Уважаемые коллеги, всем доброго времени суток! Итак, я рад вас приветствовать на нашем следующем занятии и сегодня на нем мы будем знакомиться с файловыми системами, с организацией хранения данных в этих файловых системах, с жесткими дисками, с партициями и так далее. Будет довольно увлекательный урок и для начала, для того чтобы вообще разобраться что же мы храним, давайте познакомимся с такой вещью как файл. У нас вся система в линуксе состоит из файлов, мы это уже знаем. Собственно, сам файл это набор некой информации, структурированной относительно какого-то одного объекта. У нас может быть, например, файлом картинка, у нас может быть файлом мелодия звук mp3 файл, у нас файлом может быть видео, а файл может быть конфигурационный, например, просто текст. При этом файл можно как бы разделить на две части. Это сами данные, полезные данные и мета данные. Мета данные это данные о данных. Допустим, если у нас здесь лежит картинка, то нам надо ее как-то особым образом считать. Мы знаем, что картинки состоят из пикселей, отдельных вот таких вот квадратиков, где каждый квадратик имеет определенный цвет. И вот представьте, что вы программа, которая должна открыть картинку и определенным образом считать какие-то данные и вывести на экран. Для этого вам как минимум нужно знать разрешение, например, 640 на 480. Это будет мета данные. Вы выведете 640 пикселей, перейдете на следующую строчку. Вы выведете еще 4640 пикселей и перейдете на следующую строчку. Итак, вы сделаете 460 строчек. Так вот, чтобы знать вот эти параметры, вам как программе, вам надо их считать. Вот, собственно, к каждому файлу вот такие мета данные идут. Если это звук, то звук состоит из простых сэмплов, которые с определенной частотой, например, 44 кГц. Вы как программа, опять-таки, должны проиграть там в колонках. Если это конфигурационный файл, то вы как программа, которая считывает конфигурационный файл, тоже должны знать, что это текст, знать кодировку этого документа и так далее. То есть, вот таким образом у нас есть файлы, которые мы храним в своих операционных системах. Давайте теперь поговорим про то, как вообще развивались системы хранения. Изначально мы не будем касаться самых древних систем хранения, где там на магнитных ячейках хранились данные, на ртутных трубках и так далее. Нас интересует жесткое хранение данных. И в одно время развития компьютеров были придуманы магнитные ленты, которые, кстати, используются до сих пор. Магнитная лента хороша тем, что она очень-очень долго может хранить данные. И есть такой формат LTO, можете про него почитать. Есть даже современные устройства, которые хранят данные на этих лентах. Да, скорость доступа не очень большая, но зато мы можем записать, например, какой-нибудь бэкап и хранить его годами. Это дешево, сердито и нормально. Важно понимать, что у нас есть лента, которая вот таким вот образом у нас скручена. И, собственно, все данные мы храним вот здесь. То есть на ленте есть вот такие ячейки, где мы записываем сюда наши нолики и единички. И таким образом мы можем сюда записать, например, тот же наш файл, который мы рассмотрели только что. Когда компьютеры развивались дальше, был придуман HDD. Hard Disk Drive. И в отличие от мягких лент, запись шла уже на жесткий диск, стальной диск. Отсюда все это и название. И запись шла с помощью вот этой вот считывающей, записывающей головки. И, в принципе, она шла тоже по кругу благодаря ноликам и единичкам, которые мы записывали там сюда. Диск разбивался на определенные сектора. При этом дисков могло быть много. Здесь у нас их 8 штук. Плотность записи все время повышалась. Нолики, единички можно было все мельче и мельче записывать. И объем жестких дисков у нас рос. Тоже довольно надежный инструмент, но зависит уже от механических частей, от электромагнитных двигателей, которые тут внутрь устанавливались. То есть, уже не так надежно было все это, как, допустим, магнитная лента. Простая магнитная лента, которую вы могли вставить в любой магнитный считыватель, в любой магнитофон. По тому же принципу, кстати, были устроены оптические диски, компакт-диски. Только тут в качестве головки делался лазер, который выжигал на поверхности определенного рода слои. И у нас появлялась, допустим, это единичка. Здесь нолик, нолик, единичка, нолик, нолик, единичка, нолик, нолик, единичка, там и так далее. Таким образом мы тоже могли на оптический диск писать данные. Далее у нас шло развитие. И, в принципе, появились SSD диски. SSD диски, по сути, тот же самый hard disk drive. Единственное, что у нас уже нет головки, и мы могли произвольно считать данные из любого места. Ну и там, соответственно, используется память типа флэш, как на ваших флэшках. Никаких движущих частей нет. Не надо разгонять вот эти вот самые цилиндры. Не надо двигать головку туда-сюда. На SSD скорость чтения гораздо более приятная. Но там данные хранятся на микросхемах, которые не зависят от тока, но в которых может утечь ток. И которые очень быстро изнашиваются от определенных количеств чтений и записи. Важно понимать, что во всех этих вещах у нас есть вот эта скрученная лента. В SSD как бы ее нету, но на самом деле она там тоже представляет из себя, ну при обращении она тоже представляет из себя блок, как бы ленту с нумерацией блоков внутри, да, с нумерацией вот этих ячеек. Просто к которым мы можем обращаться произвольно. Вот, не двигая головку там туда-сюда. И вот эта самая лента, мы как бы на нее уже можем писать наши файлы. Ну предположим, что у нас вот есть 4 файла и нам надо как-то их записать. Мы можем записать там directory файл в начале, да, в котором у нас будет информация о всех файлах в этой директории, да. Записать файл А каким-то определенным размером, потом за ним появился у нас файл B, мы записываем файл B, появился файл C, записываем файл C, файл D и так далее. Можем так записать? Можем. Это такая система, плоская система хранения файлов. Когда мы захотим, допустим, с помощью нашей считывающей головки обратиться к файлу C, мы как компьютер не знаем на самом деле, где он находится. Это мы вот глазами видим, что файл находится здесь. А компьютеру надо как-то определить. И он может в данном случае, он может установить головку в начало и идти побитого считывать, считывать, считывать. Дошел до этого файла, посмотрел мета данные, ага, это файл А. Идет, идет, идет дальше. Дошел до файла B, посмотрел мета данные, ага, это файл B. Дошел до файла C, посмотрел мета данные, там написано, это файл C. О, отлично. И давай его выгружать там куда-нибудь в оперативную память, например, для того, чтобы уже процессор мог работать с этим файлом. Потом опять нам надо, допустим, прочитать уже файл B. Головка уставляется в начало, считываем до файла B и так далее. Смотрите, если у нас в таком варианте файлов будет очень много, и нам надо будет каждый раз считывать с самого начала, согласитесь, это не очень эффективно. Во-первых, мы очень-очень быстро израсходуем вот этот ресурс чтения записи, потому что нам каждый раз надо будет все это дело перечитывать. Во-вторых, если у нас файл будет где-то располагаться в конце нашей ленты, пока мы до него дойдем с помощью читающей головки, пройдет очень долгое время. И, ну, собственно, время доступа к файлу будет очень большим. Это не очень эффективная система хранения файлов, да? И поэтому, то есть в лоб их считывать вот так вот не принято. И поэтому инженеры придумали файловые системы, которые описывают, где хранить и как хранить файлы. И при этом отличительная черта каждой файловой системы – это содержание, некоторое такое вот содержание всех файлов. То есть представьте, что у вас есть книга с файлами, с какими-нибудь полезными статьями. Если вы откроете книгу и вам будет необходима какая-то статья, вы не будете читать книгу страница за страницей. Вы откроете содержание этой книги, да? Поищите там определенный файл, найдете страницу, на которой находится этот файл, в кавычках наша статья, да? И сразу перейдете на эту страницу, не листая книжку, не портя ее страницы, да? Таким образом у нас, в принципе, и устроено большинство файловых систем. И в них у нас теперь появляется следующая информация. У нас информация о каждом файле, размещенном на нашем жестком диске, записывается в некую таблицу. Ну и, например, файл А, да, это to-do.txt, с ним также записывается в таблицу, с ним также может записаться время создания, время последнего изменения, владелец файла, атрибуты, право доступа, с которым мы теперь знакомы, да? И также начало файла относительно нашего какого-нибудь жесткого диска, 10. Окей. И также размер файла, 8. Теперь, если нам надо считать, например, файл D, четвертый файл, который называется script.doc, мы прежде всего идем к этой таблице файловой системы, да? Ищем там уже последовательный, ищем, можем последовательно искать, но это быстрый поиск, потому что нам не приходится читать все файлы, а только информацию о файлах. Ищем script.doc, смотрим место, с которого оно начинается. Так, здесь, наверное, 32. Здесь, наверное, вот опечатка, здесь 37 должно быть, да? Вот. И нашу головку для чтения мы сразу перенаправляем в 37-й, ну, отсек, байт, ячейку, в 37-ю ячейку. Не считывая ячейки каждый раз последовательно. Также смотрим, что файл весит 8 ячейок. Мы считываем 8 ячеек, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выгружаем их там в оперативную память и начинаем работать с этим файлом. Удобно, гораздо удобнее, чем последовательно считывать все это дело. При этом, если нам надо удалить файл, да? Нам теперь не надо перезатирать эти ячейки и тратить их ресурс. Мы теперь можем просто удалить эту запись. И тогда наша операционная система будет знать, что с 37-й ячейки по 37 плюс 8 у нас свободное место. Если нам необходимо будет записать там файл размером 6 байт, отлично. Мы запишем его сюда, потому что мы знаем, что здесь место свободное, вакантное для файла. Мы можем разместить этот файл здесь. Таким образом у нас работает и восстановление данных, на самом деле. Вот эти многие программы по восстановлению данных. Ну, например, может быть, кто-то знает RStudio. Они работают примерно по такому принципу. Если у вас файлы удалились и сверху еще ничего не успело записаться, есть надежда восстановить данные. RStudio просто пытается записать сюда какие-нибудь значения, неважно какие, да? Главное, чтобы появилась запись, по которой мы могли бы уже обратиться к файлу. А там, допустим, ваша любимая какая-нибудь фотография. Все, вы можете без проблем открыть удаленный в кавычках файл. Потому что сам процесс удаления не связан теперь с удалением файла целиком. А связан только с процессом удаления информации о файле. Метод данных о файле, которые вот лежат в операционной системе. То есть удаляется вот эта строчка вот в этой классной таблице в нашем содержании. Но сами листы не выдираются из книги и не перезаписываются вновь. Но когда вам надо все-таки удалить какие-то чувствительные данные, то есть так работает вот наша команда RRM. Когда мы ввели RRM, она удалила запросто эту строчку. Если же вам надо удалить какие-то чувствительные данные, то есть команда Shred. Почитайте про нее мануал, ну и посмотрите Help. Она как раз таки занимается тем, что перезатирает нулями вот эти ячейки. Каждый байт. И собственно, если у нас есть какой-то файл, и мы его шредим, то есть опускаем как бы шредер, он перемалывает эти ячейки в нули. Конечно, если файл занимает гигабайт, удаление такого файла будет довольно долго идти, да? А если файл занимает там еще больше, то еще больше. При этом расходуется ресурс ячеек и чтение записей этих ячеек, что очень чувствительно для SSD. Поэтому Shred пользуйтесь только тогда, когда это действительно необходимо, и вы хотите, чтобы эти данные нельзя было восстановить никоим образом. Например, при продаже жесткого диска на Авито где-нибудь. Обратите также внимание, что хранить информацию о каждом байте в нашей таблице довольно неэффективно. То есть вот у нас есть каждая ячейка, и у нас должна быть адрес каждой вот такой вот ячейки, на всякий случай, если мы будем туда записывать какое-нибудь начало файла, да? Вот. У нас должна быть какая-то огромная адресная таблица. При этом, если у нас файл A, он же to-do.txt, если мы его откроем и допишем туда данные, таким образом, что он станет весить не 8, а, допустим, 12 байт, 12 ячеек, да, нам надо его куда-то дописать. Большинство файловых систем будет дописывать файл в свободное место. То есть у нас файл допишется сюда. Это продолжение to-do.txt. Вот. Да? Вот так. Вот так. Это продолжение to-do.txt, а здесь будет указана информация, что он начинается в 10-м, и у него... Так, секундочку. Что он начинается в 10-м секторе, в 10-м байте, да, и там 8 у нас байт, и при этом он еще начинается там 37 плюс 8 в 45-м секторе, да, и у него, допустим, там 4 байта еще. То есть 10 плюс 8, 45 плюс 4. Вот таким образом мы тоже можем писать информацию о файле, что он разбит на несколько частей и хранится в разных частях нашего жесткого диска. Таким образом у нас появляется вот эта самая гибкость дописывания файлов. Но файлы постоянно могут дописываться, особенно вот если у нас есть какие-то логи, да, в логе постоянно что-то пишется, и это не совсем, в общем-то, тоже эффективный метод хранения данных. Поэтому у нас вся вот эта лента разбивается на такие штуки, как блоки. И у нас каждый блок, ну, весит, например, какое-то определенное количество байт. Например, 4096 байт. Вот, это тоже устанавливает файловая система, этот размер, да. При этом, если мы туда запишем tudutxt, который весит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ячеек, да. Ну, тут, конечно, в блоке, допустим, у нас получается 8 плюс 3, 11 байт, ну, допустим, вот, у нас он 8. Мы его открываем и дописываем еще, допустим, там, информацию на 2 ячейки. И у нас не происходит разбиение файла. У нас адрес utudutxt остается как блок 1, да. Ну, и вес, вес здесь пишется, там, вместо 8 становится 10. Все, у нас не происходит разбиение файла и размазывание файла по всему нашему диску. Но, конечно, до тех пор, пока мы не дойдем до конца блока. Доходим до конца блока, выделяется новый блок под tudutxt. Допустим, если у нас уже весит 8 плюс 3, 11 плюс 3, 14 байт, вот так, да. Тогда мы пишем, что у нас файл tututxt находится в блоке 1 и в блоке 5 и весит 14 байт. Все у нас происходит только в таком случае уже размазывание, когда файл достигает довольно-таки большого размера. Но если блоки будут слишком большими, мы можем хранить меньше файлов на нашем жестком диске, согласитесь, да. Поэтому размер блока надо выбирать более-менее оптимально. Вот, файловая система, ну, делает это за вас, можно сказать. В зависимости от того, какую вы выберете, в основном это 4096 байт может выступать блок. При этом, обратите внимание, да, на вот эту картину. Когда у нас размазывается файл по нескольким блокам, вот у нас tututxt постоянно, допустим, пополняется, 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 и тут уже становится информация, что он лежит в первом, в пятом блоке, в каком-нибудь одиннадцатом, в каком-нибудь двадцать пятом, допустим, там в тридцатом и в тысяча первом, в сто первом, например, да. Вот у нас, допустим, tututxt размазывался уже на шесть блоков. Так вот, для того, чтобы открыть его и прочитать целиком, нам надо обратиться во все эти шесть блоков, вот этой головкой чтения записи в HDD, поперемещаться по нашим секторам на жестком диске, да, подоставать данные и передать их уже потом в RAM, в оперативную память куда-нибудь, и там будет уже собранный целиковый файл. Вот, это довольно-таки долго. У SSD это происходит, ну, конечно, побыстрее, но все равно на это затрачивается какое-то время, чтобы собрать файл. Ведь он же лежит в разных местах SSD, и для этого SSD надо обращаться к разным блокам, тоже на это какие-то доли секунды, какие-то такты, да, внутри себя на это тратить. Вот. Поэтому есть такая операция перемешивания файлов, которая называется дефрагментация. То есть файл у нас фрагментируется, когда записывается в несколько блоков, и дефрагментируется, когда у нас происходит вот такого рода перемещение. Мы, допустим, берем вот эти файлы carry.bmp, перекидываем туда, sem.wav куда-нибудь туда перекидываем, script.doc тоже куда-нибудь отправляем туда. А вот пятый блок, todo.txt, мы отправляем во второй. Одиннадцатый блок мы отправляем в третий. Да, вот пятый во второй. Двадцать пятый блок мы отправим в четвертый. Тридцатый блок мы отправим в пятый. И 101 блок мы отправим в шестой блок. Таким образом, вот todo.txt, который у нас размазался по всей системе на шесть блоков, он у нас будет лежать в последовательных блоках. И его можно за один раз довольно-таки быстро считать. Вот эта операция называется дефрагментацией. И если помните, если кто-то работал на жестких дисках, особенно на старых, была такая рекомендация, как только система начинала тупить, вы, наверное, могли услышать. Попробую выполнить дефрагментацию. Дефрагментация обычно делается, да, идем в диск C, в свойства, в сервис. И вот сейчас это, да, называется оптимизация. Вот, можем оптимизировать жесткий диск, и там все перезапишется. Опять-таки, это очень полезно для HDD, и двояко для SSD. Потому что SSD, опять-таки, я напоминаю, на нем ограничено количество чтений и записей в ячейке. Если вы будете часто вот так вот файлы перекидывать, то это может повлиять на ресурс и потихоньку убить ваш SSD. Но при этом, если у вас какие-нибудь высокоскоростные нагруженные системы, и вам нужно мгновенно считывать базу данных какую-то с SSD-диска, то, в принципе, может быть, тут игра стоит свеч. То есть тут надо поизучать материал. На Хабре есть пара статей на эту тему, стоит ли дефрагментировать SSD или не стоит. В общем, тут смотрите сами. При этом, также дефрагментация есть и в Linux. Опять-таки, в зависимости от той файловой системы, которую вы используете, будет своя, собственно, утильта дефрагментации. Тоже ее, в принципе, несложно найти, в зависимости от той файловой системы, которую вы юзаете. И смотрите, тоже хранить все последовательно, как вот у нас здесь в нашем идеальном случае, тоже не совсем хорошо на самом деле. Если у нас все файлы будут лежать просто последовательно, как бы в одной директории, но это будет некрасиво, непонятно, и потом неудобно с этим как-то работать. Было бы классно добавить для файла вот такую строчку. Это директория. Если это не директория, это обычный файл, мы будем писать no. А если это директория, мы будем писать yes. И директория, например, music, это будет просто перечень еще одних файлов, которые где-то расположены в других блоках на жестком диске. То есть директория это тоже файл с информацией о файле внутри. Это просто еще один список. Таким образом мы можем как бы укрупнять, ну не то что укрупнять, а бассаблять файлы между собой, класть их в определенной директории и делать систему нашу более удобно читаемой. Самая корневая директория, мы уже знаем, она называется root или просто slash. она как раз таки содержит информацию обо всех директориях и файлах, которые размещены в самом начале. При этом смотрите, если нам надо какой-нибудь sam.wav музыкальный файл переместить в музыку, вот мы просто берем эту запись и перемещаем из одного файла в другую, куда-нибудь сюда вставляем. Ну вот между этими файлами, вот сюда мы это можем, например, вставить. И таким образом операция копирования у нас будет выполняться очень быстро и не зависеть от перемещения там файла на жестком диске. У нас как файл располагался в пятом блоке, так он и здесь, да, там будет располагаться в пятом блоке. Давайте тогда здесь поправим, чтобы более аккуратно было. Вот, то есть пятый файл у нас. Вот этот sam.wav переезжает сюда. Вот, мы делаем вот такой ход конем. Вот, здесь вычеркиваем эту информацию, сюда вставляем. Вот, если в момент вычеркивания информации и вставки информации у нас система сбойнет, да, мы можем потерять как бы наши данные. Но опять-таки мы можем их восстановить с помощью всяких там восстанавливалок. Ну, если мы сотрем информацию отсюда, а не успеем занести сюда, это плохо. Поэтому хорошо бы ввести журнал действий, журнал вот этих транзакций, как в банке, чтобы все было надежно. И есть такие файловые системы, которые могут журналировать такие действия. Ну, например, та же самая EXT 2, 3 и 4. Это версии, да, по возрастанию. Вот, мы с вами помните EXT 4 как бы ставили. во время установки. Вот, они являются журналируемыми файловыми системами. Итак, мы тут уже как бы плавненько подходим к небольшим итогам и можем уже как бы рассказать само определение файловой системы. Это система, которая определяет то, как будут храниться файлы. То, сколько у нас будет свободных записей в наше содержание для нашей книги, да. Ведь у нас содержание тоже может быть не бесконечное. У нас вот эта таблица файлов, она не бесконечная. Она должна иметь какое-то ограниченное место. То есть, у нас количество файлов может быть ограничено. Она может отвечать за размер блока. Она может отвечать, журналировать действия, не журналировать действия. В общем, файловые системы могут отвечать за разные вещи. И в разных файловых системах, их много, могут быть разные опции касательно вот этих задач. Где-то, может быть, нет журналируемости файловых систем. Но зато там очень высокая скорость обращения к файлам. Где-то, например, в системах видеонаблюдения нам надо хранить один здоровенный файл, который будет все время дописываться. Видеопоток. А где-то, наоборот, надо кучу маленьких файлов хранить. Поэтому нам нужна огромная таблица с огромным местом для содержания. И так далее. И вы, наверное, слышали, что есть разные файловые системы. Ну вот, text4. Она в Linux популярна. Есть также NTFS. Ее Microsoft разрабатывала. Ну вообще, было сначала FAT16, потом FAT32. NTFS они разработали. Есть всякие XFS и прочее, прочее, прочее. Вот. У каждой файловой системы есть свой набор утилит для работы с ней. Есть свой набор опций, которые она позволяет делать. И свои какие-то ограничения. Например, в FAT16 было ограничение на длину длины. То есть у нас есть, опять-таки, таблица. Там, допустим, файл 1. И есть поле длина. Длина файла. То есть его объем файла. И вот тут можно было записать, допустим, в виде ноликов, единичек, какое-то определенное количество бит. По-моему, там не 16, все-таки побольше. Вот. И, соответственно, у нас максимальное число, которое могло быть здесь, это если все битики единички. Если, соответственно, у нас там это максимальное число получается 4 миллиарда байт, то получается, что у нас как бы 4 гигабита, 4 миллиарда это 4 гигабита, максимальный размер. Вот. Поэтому в следующих версиях вот это поле LEN можно было удлинить. Да, для того, чтобы файлы были большего размера. Вот. Если вы возьмете систему FAT16, то там порядка 2 или 4 гигабайт, я сейчас на скидку не вспомню, можете сами посмотреть, ограничение файла. Поэтому, если вы туда хотите закинуть фильм в 4К, какой-нибудь, который весит там 13 гигабайт, то у вас, скорее всего, ничего не получится. Вот. Файловых систем много. Опять-таки, когда будете выбирать какую-то ту или иную файловую систему, основывайтесь, сравнивайте, ищите информацию. И в помощь вам статья про сравнение файловых систем на Википедии, где перечислены основные файловые системы. Вот. И их какие-то ограничения, опции. Например, максимальная длина имен файлов тоже имеет место быть. Да. Вот. Если мы посмотрим на FAT16, там 8 плюс 3 символа. Но это вообще совсем мало. Если мы посмотрим на X4, то тут 255 байт у нас максимальная длина. Если вам нужно хранить файлы с огромным именем, ну тогда вот надо использовать какой-нибудь, что-то типа Razer FS, да, где есть опция установить длину имени файлов 4032 байта. Максимальный размер файла, вот они тут тоже перечислены. Ну вот, да, FAT16, максимальный размер файла 2 гигабайта. Также есть информация и про мета-данные. Хранятся ли в мета-данных владельцев файлов? Право, время создания, а время доступа последнего, а время модификации последнего. Какие-то файловые системы хранят об этом информацию, а какие-то файловые системы хранят, ну, например, ограничено. Время последних изменений могут не хранить. Вот FAT16, FAT32, например, этого не делает. Акцесс-листы, которые мы тоже, да, изучали. Какие-то файловые системы могут с ними работать, какие-то файловые системы уже не могут с ними работать. И так далее. То есть, опять-таки, исходя из своих задач, можете опираться на эту статью, сравнению файловых систем. И давайте теперь поговорим про небольшую теорию касательно разделов жесткого диска. Вот представьте, что у вас разные, что у вас, точнее, один жесткий диск, но вам надо хранить на нем разные файловые системы для разных задач, разные куски данных. И вы хотели бы разбить его напополам. На одном бы у вас стояла файловая система NTFS, на другом какая-нибудь EXT4. Здесь одни данные, здесь другие данные. Как быть, если у вас один жесткий диск? Для этого есть функция по разбитию жесткого диска на партишины. Ну, или партиции, разделы. Собственно, мы можем таким образом разбить жесткий диск и сказать, что, допустим, с нуля до... Давайте нарисуем так. С нуля до третьего нашего жесткого диска это у нас будет 0,1. Даже вот так, если мы считаем с нуля, как программисты, то тут должна быть цифра 2. Здесь мы храним раздел Partition под EXT4 и, например, уже там с третьего четвертого, пятого, шестого, седьмого с третьего по седьмой мы можем хранить уже NTFS. На самом деле мы можем не прям жесткие диски выбирать, а можем указывать мегабайты или гигабайты. Если у нас жесткий диск, например, 100 гигабайт, мы можем указать диапазон в гигабайтах и тогда у нас будет что-то вроде такого. Допустим, с нуля, с нулевого нашего сектора, где у нас 0 мегабайт, 0 мегабайт, гигабайт начинается по 40-й. Мы можем хранить раздел под EXT4 и с 41-го 41-го по сотый уже выделить под NTFS. Тогда у нас там в середине где-то будет еще и разбиение жесткого диска в каком-то месте. то есть у нас может быть вот так разбито, да? Здесь EXT4, а здесь уже пошло начало на NTFS. вот так точнее, да. Вот. Есть такая функция, мы обязательно с ней поработаем, разбиваем жесткий диск на такие партишины, где в каждом партишине можем делать какую-то определенную, нужную нам файловую систему. Тоже с этим поработаем. Единственное, что нужно учесть, что в самом начале, там, где головка устанавливается в некую координату нулевую, головке необходимо считать информацию об этих разделах, чтобы знать, где какой раздел, с какого сектора находится. Поэтому в самом начале записывается информация, которая из себя представляет таблицу. Partition. Там, допустим, 1, 2, 3 и так далее, да? И место, где на жестком диске она находится, да? Некая координата. То есть, по сути, номер цилиндра там, номер последовательного жесткого диска, номер сектора на диске там и так далее. Начало и конец. Start и End. Вот. Таким образом, головка это считает. И уже система, операционная система будет знать, где, с какого места начинается та или иная файловая система. Поэтому после вот этой таблицы, допустим, у нас вот с нуля, вот здесь, да, идет Partition 1, на котором у нас X4. Поэтому здесь дальше идет информация X4, таблица файловая система X4, вот эта информация о файлах, там и так далее, которую мы тоже можем считать внутри операционной системы. и уже будем знать, какие файлы, где они у нас лежат, на каких блоках, какой блок там, на каком секторе жесткого диска. Таким образом, у нас вот происходит адресация данных, адресация наших файлов на жестком диске. При этом, не важно, это SSD, или CD-ROM, или флеш-память, или жесткий диск, или магнитная лента там, все это происходит примерно одинаково. Помните, я вам говорил несколько слайдов назад, что у нас вся информация, вся вот эта лента делится на блоки. Поэтому такие устройства называются блочными. Block Devices. Вот. Это блочные устройства, и мы, собственно, будем тоже смотреть весь список этих блочных устройств, с ними работать, ну и, собственно, вот эти партишны создавать. Обратите внимание, то, что если у нас вдруг из строя выйдет вот эта начальная запись, да, ну, будет очень плохо. Потому что мы не сможем даже собрать нашу таблицу партишнов и понять, где вообще, что там у нас начинается, где какие файловые системы. Операционная система не сможет синициировать начало чтения вот этих файловых систем. Более того, размер вот этой таблицы тоже играет роль. В древних версиях разных операционных систем была такая MBR-запись в самом начале, которая позволяла хранить себе всего 4 раздела. Это была таблица всего лишь на 4 строки. И она была в одном месте в самом начале жесткого диска. В самом начале жесткого диска. MBR расшифровывается как Master Boot Record. То есть, главная, как бы, главная запись, загрузка, главная загрузочная запись. на смену ей пришла запись типа GPT, таблица GPT, partition table, GUID, глобальный, уникальный ID. То есть у нас у каждого устройства был глобальный, уникальный ID в рамках определенной операционной системы. И вот была такая таблица partition. Эта таблица уже была огромной. Эта таблица уже больше, чем MBR. Количество там partition уже в GPT зависит от реализации. Там тоже есть разные реализации этой GPT. Ну, в винде, по-моему, 128, в линуксе тоже 128 partition можно создать. Также есть ограничения на длину. То есть, в MBR у нас размер partition ограничивается там порядка двух терабайт, а в GPT это уже там огромное заоблачное число. Можно сказать, что практически нет ограничений по одному partition. Вот. И при этом сама вот эта таблица располагалась еще в самом конце жесткого диска. То есть, вот там, ближе к центру, чтобы ее можно было читать не только сначала, с нуля, но и с самого последнего сектора. Если у нас вдруг здесь что-то сломается, мы с самого последнего сектора считываем эту таблицу и понимаем, где у нас какие partition лежат. Вот. Поэтому GPT однозначно лучше использует, чем MBR. Ну что ж, теперь давайте посмотрим на практике, как всю эту информацию смотреть. Вооружились теории и идем в нашу командную строку Command Line Interface. Итак, давайте ознакомимся с такой, одной из самых основных команд с ознакомлением списка блочных устройств. Все основные команды по изменению и администрированию жестких дисков лучше, конечно, сразу делать через судо. Я войду в режим сразу судо. в принципе, если делать все аккуратно, то можно работать из такого режима. Список блочных устройств это LIS Block Devices, он же LSBLK сокращенно. Есть такая команда. Она выводит собственно все наши блочные устройства. В первой колонке мы видим имена устройств. Обратите внимание на Loop устройства. Это чаще всего так сказано петлевые устройства. Loopback устройства они как бы тоже блочные, но они нужны чаще всего для служебных целей внутри операционных систем, для эмуляции всяких различных имейджов, то есть образов, дисков и так далее. Они нам как таковы особо неинтересны в данном контексте. Вот интересен диск SDA. Первые две буквы это тип диска сказий диск. когда создавали операционную систему, мы указывали тип носителя сказий диск. Вот он у нас есть на 8 гигабайт. он весь целиковый. При этом мы разделяли на партишены. Первый партишен, второй, третий партишен во время установки. На один партишен мы монтировали boot. папка boot целиком находится на отдельном партишене с отдельной файловой системой. Последний столбец указывает mount points. Если мы добавим другой жесткий диск, это увидим дальше. Это будет sdb, следующая буква алфавита, sdc, следующая буква алфавита, и так далее, пока буква не кончится. Потом начнутся большие буквы алфавита, sd, а большая, и так далее, а потом по две буквы, и так далее. То есть жестких дисков может быть очень много. Тут ограничений как бы нет. Далее идут два номера major и minor. Major номер означает, подсказывает kernel какой драйвер необходимо использовать для устройства. Допустим у нас есть SDA, у него есть цифра 8, это как раз драйвер считывания жестких дисков. И minor номер просто перечисляет и уточняет major номер для разных устройств. SDA целиком это 0, SDA 1, 2, 3, соответственно minor номера тоже увеличиваются. При этом LVM имеет совсем другой драйвер, поэтому major номер у него тоже другой. SR 0, это CD-ROM CD-ROM у него major номер 11. RM означает removable свойство быть удаленным из системы и вставленным в систему. Таким свойством обрадает у нас только CD-ROM. Дальше идет размер нашего устройства, статус read-only, как видим, что у нас у луп девайсов статус только read-only, мы можем только считывать оттуда данные, записывать туда ничего нельзя. Поле Type указывает на тип нашего блочного устройства, SD-E это диск, SD-E 1 это partition, есть LVM, вот он тоже тут участвует, ну и Mount Points это собственно точка монтирования, о ней более подробно мы там чуть попозже поговорим. Если вкратце это просто означает привязку определенной директории к определенному жесткому диску. Давайте попробуем добавить новый жесткий диск. Давайте попробуем добавить новый жесткий диск. На горячую в Linux добавить нельзя, поэтому мы должны воспользоваться командой shutdown now, что означает выключить сейчас по сути. У нас пропадает консоль, машина выключена, при этом мы теперь можем добавлять новый жесткий диск. добавляет новый жесткий диск, вот эта кнопочка. Идем сюда, мы можем взять уже какой-либо существующий жесткий диск, либо создать новый. Давайте создадим новый, выберем тип в MDK, например, стандартный тип жестких дисков для виртуальных машин. Нажимаем далее, давайте разделим на куски по 2 гигабайта, чтобы он в одном файле не хранился, назовем его как-нибудь test VMDK и 8 гигабайт это многовато, возьмем выделим для начала 1 гигабайт. Готово, выделили, все, тест VMDK у нас здесь подключен, можем включать нашу машину. Машина загрузилась, перезапускаем сессию Restart Session, вводим пароль, и делаем команду LSBLK, посмотрим, что у нас изменилось, появился как раз-таки новый отдельный жесткий диск SDB уже на букву B, а Major номер тоже такой 8, но minor уже 16, вот, тип диск, размер 1 гигабайт, если в винде мы вставим новый жесткий диск, то как бы вот здесь он у нас сразу появится, и мы сразу можем его как-то там отформатировать в определенную файловую систему, да, либо он уже будет отформатирован в определенную файловую систему, и мы можем уже им свободно пользоваться там писать какие-то данные и так далее вот в линуксе надо проделать небольшую подготовительную работу но зато это дает некую более большую гибкость мы там можем во время подготовительной работы как-то нам обыграть partition поставить те файловые системы которые нам необходимы там и так далее для начала мы должны собственно разбить диск на partition чтобы на диске была хотя бы как минимум одна partition для этого есть утильта parted я познакомлю вас с ней вот вбиваем и мы сразу переходим в режим создания partition если мы введем знак вопроса нам тут выскочат всякие подсказки по тому какие команды у нас тут доступны вот если мы введем команду print мы посмотрим текущий выбранный жесткий диск и его все partition в данном случае у нас выбранный диск dfsda и собственно мы видим три partition первый второй третий все как в нашем лист лсблк стартовый сектор конечный сектор да и общий размер видим что тут под загрузчик у нас выделено особое место это специальный код да он располагается в стартовом partition и на нем собственно включается загрузка ядра вот ну и остальные два блока для того чтобы нам посмотреть информацию про диск наш новый sdb нам его надо заселектить то есть выбрать мы выбираем select sdb так он у нас ругает а да конечно надо указывать полный путь dev sdb вот он пишет using devsdb использую devsdb хорошо теперь если мы ведем print сейчас то у нас появится диск с нераспознанным типом диска да также у нас partition table неизвестный тут должен быть gpt или mbr собственно это самое первое что надо задать какой partition table у нас будет вот мы делаем это с помощью команды mk label gpt делаем опять print и видим что у нас появилась модель диска да это virtualbox hard disk тип скази на 1074 мегабайт то есть гигабайт partition table gpt размер размер сектора 512 байт сектор это не блок напоминаю сектор это чисто железячная такая характеристика я рекомендую вам потихонечку тоже ставить на паузу и проделывать все эти действия совместно со мной ну собственно теперь команды mk part мы создаем переходим к созданию partition ну давайте введем partition название partition тип файловой системы который там будет располагаться то что в квадратных скобках это будет значение по умолчанию xd2 относительно устаревшая файловая система я выбираю x4 start нулевой мегабайт конец 500 мегабайт вот так можно забивать он нам тут говорит что у нас есть будет некая непроизводительность относительно выравнивания к секторам нашего жесткого диска про автовыравнивание я чуть попозже скажу это отдельный ключик его надо использовать в начале при вводе команды parted здесь я могу просто концов сделать ой игнор 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 вот и собственно на этом все если я веду print я увижу созданный раздел на 500 мегабайт с именем test1 под файловую систему x4 это не означает что мы уже отформатировали ее в какую-то файловую систему и там эта файловая система существует это все еще по-прежнему пустой partition команды quit мы выходим что нам покажет lsblk lsblk нам собственно покажет что у нас появился sdb1 на 500 мегабайт но тут немножко меньше показывает потому что часть данных служебная ну шла там на partition там и так далее вот и это тип partition сюда ничего не промонтировано ничего тут нет обратите внимание что если вы создаете partition на какие-то огромные размеры это может занимать какое-то время вот и с помощью команды udf1 settle мы можем посмотреть очередь на создание partition и статус в данном случае у нас пусто это означает что все создано все создалось успешно и ничего у нас тут в очереди особо нет с помощью утилиты dump2fs мы можем смотреть информацию про файловые системы типа ext ext2 ext3 ext4 и так далее в данном случае dfsdb1 мы введем в наш partition давайте сразу сюда перейдем вот собственно он тут не может найти валидную файловую систему его супер блок собственно в супер блоке хранится вся основная информация про файловую систему включая там размеры размер блока и так далее в том числе таблицу вот эти вот и ссылку на таблицу файлов расположение таблицы файлов давайте собственно отформатируем наш partition с помощью команды mkfs и тут я могу нажать несколько растап я могу посмотреть какие утилиты мне доступны для того чтобы форматировать мои partition среди этого я вижу различные файловые системы bfs btrfs cramfs вот ext2 ext3 ext4 мне нужна вот как раз ext4 ext4 и я указываю def sdb 1 у меня выводится информация что создается файловая система в ней будет 122 тысячи 4-х килобитных блоков то есть блок по 4096 байт да и здесь же у нас будет создано 122 тысячи 112 айнод то есть каждая айнода это вот это вот запись про отдельный файл каждый файл будет связан с этой нодой то есть я здесь по этой записи могу судить и сказать что у меня максимальное количество файлов в системе 122 1112 файлов вот обратите на это внимание также предоставится уникальный айди этой файловой системе до супер блоки на будут находиться в определенных блоках с номерами 32 768 и 98 304 это опять таки делается для резервирования если вдруг выйдет из строя какой-то сектор содержащий там супер блок до на жестком диске вот ну в принципе никаких ошибок не видят видим все дан 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 количество iNode, свободных iNode, все можно посмотреть здесь. Когда создана файловая система, LastWriteTime в том числе можно посмотреть. Файловая система EXT4 разбивается на группы, где каждая группа это по 32 тысячи с лишним блоков. Опять-таки это такое распределение. Для удобства распределения файлов. В каждой группе соответственно по своему количеству определенных свободных iNode. Ну и в том числе группы упрощают в свою очередь дефрагментацию. Когда в одной группе ее надо, допустим, сделать, а во второй там нет необходимости. Теперь прежде чем мы можем уже на этот диск что-то писать, давайте посмотрим. нам надо примонтировать. Тут мы возвращаемся к вот этому понятию монтирования. Ну и давайте поговорим про него. Монтирование это прежде всего связывание какой-либо директории с каким-то как раз партишным, блочным устройством, LVM там и так далее. То есть с каким-то местом. Если у нас есть корень файловой системы, то он у нас находится вот здесь, на LVM, на вот этом блочном устройстве. LVM мы будем более подробно чуть подальше разбирать. Сейчас пока разберемся просто с партишными. Допустим, у нас есть какая-нибудь база данных. И она располагается в директории opt-database, opt-db. И мы хотим, мы знаем, что база данных может просто залить всю нашу систему. Она может заполниться целиком и полностью. Мы хотим ее хранить отдельно на отдельном жестком диске. Вот в этом вся гибкость монтирования как раз и проявляется. Мы можем эту директорию конкретно примонтировать к отдельному партишину. И все, что будет писаться в эту директорию, будет расходовать место этого партишина и соответствующего жесткого диска, на котором находится этот партишин. Что ж, собственно, давайте попробуем это и сделать. Команда mount знакомимся с ней позволяет нам как раз смонтировать определенную файловую систему с ключиком минус т, мы ее указываем, да? Xt4 определенное блочное устройство devsdb1 и на определенный путь. Ну, например, это opt-database. Так вот, путь у нас не задан. Да? А, у нас тут share devs. Ладно, давайте создадим директорию. Вот. И выполним команду заново. Смотрим лс-блк. Появилась у нас точка монтирования opt-database на нашем жестком диске. Вот такого-то размера. Собственно, чего мы и добивались. Давайте попробуем создать какой-нибудь файл в этом пути, да? В opt-database. И посмотрим сначала на то, сколько свободного места у нас в opt-database. Командой disk-free, df, с ключиком минус h, human-readable, мы выведем информацию о наших партишенах. И, в числе прочего, увидим sdb1. Увидим, что общий размер у него 431 мегабайт. Использовано 8 килобайт. Ну, там файловая система свою информацию держит там и так далее. Вот. И доступно 397 мегабайт для использования. То есть, он там 100% места нам никогда тоже не даст, потому что надо держать служебную информацию. Информацию в том числе про iNodes, да? Там и прочее, прочее, прочее. Вот. 397 мегабайт. Окей, давайте попробуем создать файл размера 300 мегабайт. С помощью утилиты DD мы как раз эта утилита позволяет побайтово считывать файлы в файлы, устройства в устройстве. там и так далее. Вот. Мы выберем исходный файл. Это файл, который вместо стандартного in будет использоваться. Да? stdin. А dev zero есть такое интересное устройство, которое нам выдает только нули. Опять-таки, это такое псевдо-устройство в Linux. Да? Просто генератор нулей, по сути. Вот. И запишем все это в папку optodb и создадим файл. Файл давайте более смысл zero. Zero. Будем вырабатывать эти нули блоками BS размером по одному мегабайту и каунт укажем количество блоков 300 блоков. Все. Он создал 300 записей, каждый по одному мегабайту создал. Смотрим, что у нас там optodb. Да, появился файл размером 300 мегабайт. Вот. Я напоминаю, почему числа так могут скакать. Потому что у нас в одном мегабайте есть как бы две разницы чтения. Это когда мы берем мегабайт. это ну давайте изначально килобайт. Один килобайт как килотысяча. А в двоичной систему мы можем считать как два в десятый. Это будет 1024. И один килобайт у нас содержит 1024 байта. А один мегабайт содержит 1024 килобайта. И вот в DF минус H когда мы выводим когда у нас за мегабайт берется 1024 а минус H большой когда 1000. Поэтому тут когда два раза сделаем он нам может выдать разное использование места. В данном случае 315 у нас использовано чистых как бы байт. А 300 это если мы будем округлять. Это такое небольшое заступление что нам покажет диск free а ну вот собственно диск free нам уже показывает что у нас на 76% запомнился диск sdb1 вот при этом root да где у нас был корень как было 79% свободного места и доступно 1.3 гигабайта давайте посмотрим где там у нас смотрят диск free выше перед созданием файла вот 79 и 1.3 так и осталось 79 ну вот 79 и 1.3 гигабайта 79% то есть это еще раз показывает то что данные пишутся по пути корень opt db но при этом сам корень куда смонтирован там место не расходуется а расходуется только на том партишне куда мы примонтировали нашу файловую систему вот тут важно отметить что как только мы перезагрузим нашу систему у нас монтирование слетит поэтому существует отдельный файлик fstab который отвечает за монтирование как раз таки файловых систем и там собственно указывается какой диск куда монтируется какая система туда монтируется с какой файловая система там и так далее ну вот в нашем случае допустим если мы посмотрим на наш корень он монтируется на вот этот жесткий диск здесь у нас указывается обращение идет по уникальному идентификатору по этому UUID да и мы говорим что вот этот на вот этот partition будьте добры смонтировать пожалуйста наш корень с файловой системы ext4 при этом вот с такими опциями тут можно указать отдельные опции например промонтировать режиме readonly ro поставить default означает что как бы можно и читать и писать и ничего не будет и последние цифры связанные с отключением использования утилиты dump и fastck это проверка на битые сектора вот ну собственно у нас 0 это dump показывает что резервная копия dump это создание резервной копии вот она не нужна единичка это вот как раз мы говорим что да единичка это true мы будем запускать fastck утилиту вот так вот она выглядит для проверки файловой системы все ли с ней хорошо не сломались какие-то сектора не пропали какие-то суперблоки файлы там и так далее давайте сюда добавим тоже свою запись есть еще файлик mtab в котором мы видим как смонтировались в данный момент наши точки монтирования и вот мы видим что команды mount как только мы вели dfsdb1 у нас монтировался в opdb с форматом read-write с опциями по нулям и real-time показывает что у нас не будет изменяться каждый раз время доступ акцесс к тайму но это полезно в системах где происходит там частый доступ к файлу и к файлам если каждый раз мы будем изменять время то это будет соответствующее изменение в иноде это будет накладывать какую-то производительность вот real-time изменяет это не каждый раз а когда файл модифицируется да ну или там через какое-то определенное время то есть gtc mtab тоже хранит как бы текущие текущие вот эти подключения итак давайте перейдем настройки это cfstab единственное что обратите внимание что здесь мы можем указать диск по uuid а можем указать просто диск по пути то есть slash dev slash sdb1 последний способ не рекомендуется то есть вот так я могу указать первый параметр потому что при отключении подключения жестких дисков они могут заново нумероваться и уже может не тот диск подключиться к не тому месту вот поэтому лучше использовать по uuid вот такой путь хранит у нас уникальные идентификаторы вот если мы сюда заглянем да вот у нас здесь хранятся наши блочные устройства которые являются ссылками ссылаются на наше устройство sdb1 обладает вот таким uid еще есть команда blkid которая показывает нам id-шники наших устройств и мы мы видим что устройство dfsdb1 обладает вот uid да видите на конце ccd78a вот он ccd78a поэтому можем скопировать в принципе отсюда да ну или просто взяв полный путь путь вот так это все наше устройство копируем этот путь и сразу открываем vim etc fs tab конечно же из-под root все это надо делать так синенький цвет наверное вам не очень хорошо виден сменю схему вот цветовую схему и давайте вот вставим чтобы после boot у нас монтировался вот этот диск туда монтировался opt db через пробел указываем файловую систему ext4 опция default то есть тоже будут по умолчанию 0 dump нам не нужен fsck ну пускай будет тоже пусть проверяется файловая система указываем единичку как только мы внесли сюда запись мы команды mount минус а можем примонтировать все то что у нас лежит в файле etc fs tab то есть это тоже один из способов монтирования но давайте проверим как это все дело работает и перезагрузимся команда reboot мы отправляем нашу тачку на перезагрузку машина машина перезагрузилась делаем restart sessions как видим как видим после перезагрузки у нас все монтирование сохранилось да и никакие данные у нас не потерялись как был файл на 300 мегабайт так он здесь у нас и теперь когда мы познакомились с дисками более подробно с файловыми системами в целом и как с ними работать с партишенами и так далее давайте познакомимся с такой классной штукой как LVM которая шифровится как Logical Volume Manager и я прям зачитаю грубо говоря документацию что это за утилиты LVM предоставляет инструментарий для создания виртуальных блочных устройств из физических устройств то есть у нас есть какие-то физические устройства физические жесткие диски мы их можем каким-либо образом объединить и использовать как единое пространство для создания например какого-то огромного логического диска или наоборот мы можем их нарезать как нам угодно если у нас есть например 4 диска по 500 гигабайт мы можем создать Logical Volume то есть один раздел на 1 терабайт на 1000 гигабайт объединив два жестких диска LVM позволяет гибко это обыгрывать очень удобно еще на горячую добавлять место если оно у нас вдруг заканчивается ну собственно вот по этой картинке видно что у нас есть некоторые PV PV это собственно Physical Volume физический раздел он представляет из себя какой-либо партишн жесткого диска допустим вот у нас есть жесткий диск HDD или SSD неважно мы можем сделать из него два партишна Part 1 Part 2 здесь просто на картинке этого нет и например Physical Volume 1 связать с Part 2 а Physical Volume 2 связать с Part 2 Далее мы объединяем все это в структуру которая называется Volume Group то есть группа разделов группа томов добавляя туда еще какие-нибудь Physical Volume мы можем и отдельно жесткий диск например какой у нас есть еще HDD напрямую Physical Volume тоже обратить почему бы не объединение Physical Volume называется Volume Group то есть целиком это Volume Group считайте что это как единое такое пространство виртуальных блоков и уже из этого Volume Group то есть это единая память и уже из этого Volume Group нарезать Logical Volume логические тома логические разделы которые будут ну по сути партишнами в привычном нам смысле слова мы туда можем раскатать определенную файловую систему допустим сюда XFS там XT4 здесь какой-нибудь NTFS можем сделать здесь опять там XT4 и более того мы можем уже монтировать это необходимые нам места допустим у нас в SlashUSR лежит какая-нибудь база данных Database поэтому мы можем взять огромное место которое будет занимать допустим 500 гигабайт плюс 100 600 гигабайт вот у нас будет Logical Volume размером 600 гигабайт хотя у нас все диски по 500 например но благодаря Logical Volume мы обходим это ограничение запросто у нас 600 гигабайт можем создать Logical Volume и более того у нас в Volume Group остаются еще свободные места такие резервные мы можем их оставить да мы можем их оставить и эти свободные места как только у нас база данных начнет переполняться мы можем выполнить команду LVM Extend и допустим быстро на горячую докинуть еще там соточку гигабайт чтобы спасти нашу базу данных чтобы она там не загнулась и не кончилось место на нашем Logical Volume то есть благодаря вот этим трем абстракция Physical Volume Volume Group и Logical Volume мы можем гибко обыгрывать объединять и разделять и впоследствии уже разделять на необходимое нам количество вот наши данные наши доступные нам данные на жестких на жестких дисках вот собственно давайте с этим поближе познакомимся возьмем наш текущий Volume Group который у нас тут существует добавим туда жесткий диск и попробуем поиграться со всеми этими делами итак давайте вернемся в CLI вот и обратите внимание что когда мы с вами устанавливали операционную систему мы выбрали там поставили крестик что нам желательно бы создать LVM и чтобы LVM уже был доступен и установлен в системе и чтобы корневая наша корневая директория root директория была смонтирована на наш LVM собственно мы видим что у нас есть LVM раздел размером 6,2 гигабайта он полностью выделен из SDA3 нашего раздела SDA3 да сразу обращу ваше внимание что слэш бут загрузочная загрузочная директория она не должна принадлежать ни в каком LVM поэтому она лежит на отдельном партишне размером 1,8 гигабайт да ну и собственно вот у нас есть Volume Group Ubuntu да с определенным каким-то logical volume давайте добавим новый жесткий диск и попробуем оттуда выцепить LVM создать LVM объединить их с существующим вольным групп и так далее для того чтобы это сделать необходимо зайти в настройки и в нашей системе в носителях необходимо здесь нажать плюсик ну конечно надо делать это на выключенном состоянии потому что мы можем только в выключенном состоянии добавлять диски вот поэтому делаем shutdown now и создаем жесткий диск нажимаем создать выбираем VMDK пусть порежет на куски ну и пусть размером 1 гигабайт у нас будет нажимаем готово выбираем его мы назвали его Linux 1 то есть мы имени меняли пускай он будет здесь вот можем сразу поставить с горячей заменой кстати на остальных тоже чтобы можно было во время работы выключать эти жесткие диски полезные полезные функции все запускаем запускаем пошла загрузка все машина запустилась здесь делаем restart session вводим пароль смотрим влгист блк что у нас появился новый диск sdc да вот он отдельный диск и первым делом нам надо создать из него partition идем опять-таки utility parted делаем select dev sdc видим что здесь ничего нет первым делом делаем разметку и таблицу gpt callable gpt no вот появилась таблица разделов создаем раздел partition name создаем название for lvm file system ну пусть будет txt4 хотя это не важно потому что как только мы сделаем его под lvm то в принципе уже file system не будет считаться start 0 end берем 10074 игнорируем warning все раздел у нас есть и благодаря вот такой команде мы выбираем первый раздел set1 и в нем флаг lvm устанавливаем в режим on видите разницу да появился флажок lvm то есть теперь этот раздел предназначен чисто под lvm выходим отсюда видим да что у нас появился sdc1 и теперь смотрите у нас есть три типа команд три типа команд первый тип команд связанных с нашими physical volume вот здесь я нажму двойную табуляцию чтобы посмотреть какие команды у меня доступны которые начинаются с pv pv change изменить pv create создать собственно physical volume pv display покажет подробную информацию о тихучих пивишках моих pvs краткую информацию scan resize можно удалять все что связано в общем с физическими разделами physical volume да мы можем увидеть здесь давайте сделаем pvs посмотрим что у меня за пивишки вообще есть есть пивишка одна dfs d3 да которая участвует в lvm вот мы ее здесь видим да она запихнута в volume группу buntu vg которую мы тоже создавали при раскатке операционной системы да формат это lvm2 это современные утилиты lvm2 да версия вот ну атрибуты pvfree в свободное место да psize а означает что он у нас собственно allocated то есть выделен да давайте создадим с помощью команды pv pvcreate create новый physical volume указываем pvcreate dev sd c1 как partition который мы будем добавлять нажимаем enter successful created pvs нам теперь показывает что у нас появился dfsdc1 да lvm2 свободного места gigabyte то есть можем теперь и при этом в volume групп никакого не привязан делаем volume групп расширяем нашу volume групп а какая наша volume групп давайте сделаем vgs volume group c видим что ubuntu vg physical volume of 1 участвует logical volume тоже 1 создан w это write permissions что мы можем записывать z resizable был мы можем изменять размер n это политика выделения n normal ну в принципе там lvm вообще в целом очень гибок плане тонкой настройки каждого раздела каждого каждого volume группа каждого logical volume относительно там что можно писать что нельзя писать можно ли выделять нельзя выделять и так далее мы эту часть немножко опустим просто посмотрим как в целом lvm работает без вот этой тонкой настройки делаем теперь команду vg extend потому что мы не создаем уже наш volume групп мы его расширяем вот есть команда extend можно вг тоже выводить на экран можно их создавать новые можно их даже мерзать то есть сливать между собой то есть видите тут уже утереть побольше нам нужен vg extend и указываем устройство которое мы будем расширять оно должно быть в physical volume доступно то есть вот можем прям из pvs взять вот это pv нажать вот эту команду а конечно же да видите он нам подсказывает что формат какой vg ты расширяешь за счет какого pv какой vg мы расширяем ubuntu vg мы расширяем вот за счет вот этой вот pv он successful extended у нас vgs делаем видим что у нас ubuntu vg в нем теперь участвует два physical volume вот размер увеличился был 6.25 стал 7.25 свободного места стало на гигабайт больше отлично значит мы теперь в нашем volume группе имеем имеем свободное какое-то пространство теперь мы можем создать новый logical volume или расширить старый ну давайте сначала создадим новый опять-таки все связанные с командой logical volume это lv и тут мы видим lv create lv display тот же самый lvs и так далее если введем lvs мы увидим текущие lv вот у нас есть ubuntu lv он у нас находится в ubuntu vg w то что он в writeable политики следующие это буквы а маленькая что они унаследованы буква а маленькая говорит о том что он активный и пятая пятая буковка означает есть ли там снапшот или нет в lv можно делать свои отдельные снапшоты вот по-моему буква означает что его нет теперь берем lv create посмотрим как видите help lv довольно-таки большой потому что очень много фишек у lv в том числе можно создавать обычный lv это нам собственно сейчас и надо можно сделать lv rate strip распределенный logical volume rate массивы можно из logical различные делать про rate массив чуть позже поговорим вот можем создавать снапшоты то есть снимки то снимки той или иной части системы по сути механизм снимков как будто в виртуалке нам доступен и так далее есть какие-то общие опции и так команды lv create мы выделяем новое имя для нашего lvm ну например тест my test my test lv ключик минус l у нас определяет как раз размер либо мы можем дважды сайт написать да давайте поставим минус l и допустим там ну не знаю 333 мегабайта и из volum group который мы хотим указать так volum group у нас назывался ubuntu vg все видим что у нас logical volume создался посмотрим в lsblk у нас появился новый logical volume my test lv обратите внимание что здесь уже имя раздела включает себя название volume группа при этом ubuntu vg у нас и так включает себя defice поэтому он добавляет сюда второй defice а сам defice служит разделом между названием volume группы вот этой и logical volume состоящих какой-то volume группы то есть у нас есть volume группу ubuntu vg с одним defice просто здесь он пишет два чтобы не запутаться вот и здесь да вот у нас есть volume группу ubuntu vg в ней два lvm ubuntu lv и my test lv 1 на 6.2 гигабайта 3 на 336 мегабайт в первом у нас стоит система во втором у нас просто как отдельный partition создался нет пока никакой файловой системы ее нам надо еще сделать то есть вот таким образом мы создали logical volume давайте теперь создадим файловую систему давайте lvs еще сделаем lvs посмотрим что у нас появилась вторая вторая logical volume файловая и теперь наша задача сделать файловую систему ну допустим пусть тоже будет наша любимая ext4 вот и указываю через vdf обращаюсь здесь в устройстве уже ubuntu vg vg то есть я обращаюсь к volume group в volume group вот в этой директории у меня лежат собственно две ловишки my test lv вот таким образом я обращаюсь уже к logical volume то есть не через sd и не через dsdc а именно по пути df volume group logical volume через слыша все нажимаем вот у нас создалась файловая система смотрим что никаких ошибок нет все окей вот на 86000 16 файловая система создана давайте теперь создадим какую-нибудь директорию вот тест да и примонтируем туда нашу наш logical volume примонтируем туда нашу logical volume делаем лсблк видим что да у нас директория тест ремонтировалась все хорошо теперь все что будет лежать в этой директории будет лежать в этом logical volume который лежит в этом volume group а volume group уже у нас находится на двух жестких дисках на двух разделах двух жестких дисков это и здесь один раздела здесь и жесткого диска и здесь три раздел и здесь жесткого диска поэтому как только там начнут писаться данные они будут постепенно там может быть заполнять из дней как только там место кончится уже перейдет на запись из здесь и с точки зрения приложения в операционной системе да это выглядит как один диск и данные туда будет писаться как в одну ленту в одну ленту вот который вот мы изучали самом начале до последовательно то есть вот эта сложность то что это разные диски объединенный volume group вот эта сложность она будет вся скрыта то есть мы как бы на более высоком уровне абстракции находимся абстрагировались от этой сложности с точки зрения опять-таки приложения да вот и все данные будут писаться туда последовательно эти два жесткий диск давайте сымитируем то что у нас вот наша условная новая база данных теперь опыт тест тестовая база данных заканчивается снова с помощью утильты dd запишем туда нулей из df0 output файл у нас будет опыт тест дата бейс блок сайс будет равно по одному мегабайту каунт количество будет равно сколько у нас там 333 мегабайта мы выделяем 336 да там размер ну давайте 300 запишем 300 записалось диск free посмотрим свободное место видим что в май тест лвм был 299 ну ладно вот мы немножко переборщили но сто процентов уже забитого места давайте попробуем расширить наш лвм есть командочка лв extend и позволяющие расширять до собственно перевод extend это расширить и ей надо передать пару ключей опять-таки увеличивая лви на определенное место да вот плюс размер мы можем вызвать сразу какую теле туризис фсс ресайзов сда которая ну а три сайзит файловую систему то есть изменит размер сайз вот поэтому мы пишем лв extent ключиком r до вызываем ресайзов с опять-таки l вызываем на сколько мы будем увеличивать и с помощью плюсика пишем допустим 100 мегабайт он возьмет из лв изволюм группа если там есть 100 мегабайт да давайте посмотрим bgs вот у нас да у нас 600 мегабайт свободно этому 100 мегабайт мы запросто берем ну да вот другается опять лвшку забыли мы давать укажем ее дф бунту в г майтест лви смотрим у нас произошло расширение вместо 336 стал 436 мегабайт лоджикл волюм до успешного отри сайзин и вот ультильта ресайзов с она запустилась и отработала по файловой системе xt4 на расширение да и за файл систем расположена здесь теперь имеет 111 тысяч блоков или стала на 111 блоков больше вот отдельно есть команда если вот вы забыли бы ключик r указать ресайз 2fs она как раз отри сайзит нашу файловую систему большую сторону когда мы урезаем файловую систему то есть вероятность потери данных поэтому лучше всего конечно увеличивать место ну и собственно этот механизм экстенда был разработан с расчетом на то что у нас место может кончаться и чтобы никакого краха не было и мы не теряли там какие-то данные которые пишутся нам на жесткий диск мы могли бы постоянно накидывать накидывать увеличивать это место вот есть есть lv reduce в reduce то есть усечь до уменьшить размер лоджика волюма но опять-таки лучше с этой утилита обходиться поаккуратнее в качестве экспериментов можете сами вот уже попробовать поэкспериментировать записанными данными с незаписанными данными там что будет а мы тем временем посмотрим на диск free и увидим что у нас volume group увеличилась на 100 мегабайт да использовано уже не сто процентов а 80 процентов нашей памяти опять-таки не забывайте добавлять в fstab таблицу монтирование до новые разделы если вы их монтируете там вручную ну я сейчас это делать не буду но просто сам факт что помимо команды mount не задобавляется добавлять в fstab при этом учтите что у lvm а также есть свой уникальный uuid номер который с помощью blkid также можно посмотреть также можно посмотреть и вот у у нас да у нас есть lvm который у нас здесь есть вот у него свой уникальный номер и лучше его указывать и на него ссылаться когда будете редактировать таблицу fstab если будете экспериментировать обязательно старайтесь и засеивиться да и здесь вот в снимках делать снимки например там после до включения вот если вы хотите допустим там поэкспериментировать подключать жесткие диски посмотреть там чем будет как будет падать система обязательно делайте там снапшоты да и потом если что всегда можно будет выключить машину и восстановить по вот этой кнопки если вы за мной не проделывали операции вот эти все да по созданию лвм а познакомиться с лвм поставьте сейчас на паузу и попробуйте добавить лвм ну расширить уже текущий волюм групп за счет добавлений новых физиков волиум и за счет создания новую лоджика волиум или увеличить там другой лоджика волиум где у нас там система располагается вот основные этапы то есть давайте повторим основной добавлением нового жесткого диска создание на нем партишина то есть ну и добавление g5 таблицы разделов после этого как партишина создан мы создаем новый физиков волиум новую пиви волиум групп можем создать можем расширить и лоджика волиум можем создать можем расширить вот основные этапы которые надо проделать чтобы теперь вдруг нам лвм не понадобился или мы хотим высвободить какой-то жесткий диск то соответственно необходимо все проделать в обратном порядке команды on mount то есть you mount мы должны размонтировать устройство наше и отключить проверяем отключена у нас теперь директория опыт тест отключена от нашего воли лвм команды лви римус мы удаляем лоджика волиум д вот он говорит вы реально хотите удалить или и отменить все активные до лоджика волиум мы соглашаемся это потрет ваши данные учтите все это действие вот затирать дальше мы идем в г в гс посмотрим у нас один в кс его конечно же удалять не надо нам нужно сделать всего лишь в игре дюсс тоже до усечь и в игре дюсс мы должны из-за волиум группа удалить определенную пивишку поэтому указываем в гарри дюсс в г г г г г и какую павы мы отсюда извлекаем d к е д с д с д с и один так не может а ругается на недопустимые символы видимо ему слышно понравился да вот удалил изволюм групп то есть смотрим в гс в нем остался 1 в нем осталась одна пивишка Более подробно, кстати, можем использовать альтернативу VGS. Он более подробно все распишет, что здесь к чему. И команды pvremove мы удаляем определенную пивишку dfsdc 1. pvremove и dfsdc 1. Тоже да, у нас physical volume successfully viped, успешно подтерся. У нас был com и увидим. У нас остался 1 partition. Если нам и partition не нужен, то мы можем зайти в parted и командой select, конечно, dfsdc 1. dfsdc. Выберем жесткий диск. И командой remove, rm, rm, почти как с файлами, удалить необходимый нам partition. Номер, номер 1 у нас. Видим, в LSBLK у нас остался исходный жесткий диск. Ровно в таком виде, в каком мы его и добавляли. Теперь, после того, как мы познакомились с LVM, я предлагаю познакомиться с еще не менее более замечательной утилитой для администрирования, которая вам позволит сохранить ваши данные. Это RAID массивы и утилиты MD1, Multiple Devices Administration. То есть мы управляем множествами связкой устройств, скажем так, благодаря утилитой MD1. Управлять мы будем как раз таки жесткими дисками. И давайте вкратце поговорим про саму технологию RAID. Технология RAID позволяет нам использовать несколько жестких дисков для резервирования или для увеличения скорости записи. Вот у нас, допустим, есть три жестких диска, скорость записи на каждой из которых 100 МБ в секунду. Здесь 100, здесь 100 и здесь 100. То есть сюда у нас головка чтения может со скоростью 100 МБ в секунду писать сюда и сюда. Есть операционная система. И если мы это объединим в RAID массив, самый простой RAID типа 0, то операционная система может какой-нибудь файл записывать на этот жесткий диск последовательно. Ой, прошу прощения, точнее параллельно. То есть у нас файл может одновременно записываться на три жестких диска. Вот этот кусочек отправится сюда. Вот этот кусочек отправится сюда. И вот этот кусочек отправится сюда одновременно. Таким образом, у нас суммарная скорость записи в наш RAID массив будет достигать 300 МБ в секунду. Но при этом, если у нас один жесткий диск выйдет из строя, то у нас все данные окажутся недоступными. Потому что у нас вот этот файл, он окажется как бы размазан на все три жестких диска. И для того, чтобы считать этот файл, надо обратиться соответственно к трем жестким дискам сразу. Поэтому чистый RAID 0 тоже не особо рекомендуется использовать. Потому что жесткие диски бывают, выходят из строя. И не хотелось бы, чтобы мы потеряли сразу все данные. Хотя у нас один жесткий диск только развалится. То есть это увеличивает вероятность потери наших данных. В противовес RAID 0 есть технологии RAID 1, которая уже больше про redundancy, то есть про отказоустойчивость. И у нас есть операционная система. В операционной системе есть некий файл. И файл у нас будет писаться, если мы его записываем на жесткий диск, сразу на два жестких диска. И у нас два жестких диска будут вообще идентичны. То есть файл будет разбит на какие-то блоки 1, 2, 3, 4. И мы запишем сюда 1, 2, 3, 4 и так далее. И сюда мы тоже самое запишем в точно такой же последовательности. 1, 2, 3, 4. Сюда мы тоже будем записывать одновременно. Скорость записи это конечно не увеличит. Но при выходе жесткого диска 1 у нас всегда 2 останется в резерве. И мы успеем купить еще один жесткий диск, чтобы заменить и восстановить наш RAID. Этот RAID называется типа 1 или Mirror RAID. Его еще часто называют от слова зеркала. Зеркалирование. У нас все файлы, все данные на этих двух жестких дисках будут отзеркалены. То есть смотреться как зеркало, то есть одинаково. Вот. Есть также еще один интересный тип RAID, который называется RAID 5. RAID 5. Когда у нас есть три и более жестких диска и файл записывается следующим образом. То есть это некое развитие RAID 0. У нас берется допустим первый блок, второй блок. первый блок записывается на первый жесткий диск, второй блок записывается на второй жесткий диск. А на третий блок пишется сумма контрольная для этих блоков. Ну допустим в первом блоке у нас лежит число, ну файл состоит из чисел. То есть самый такой абстрактный пример. И в первом блоке лежит число 40. Во втором блоке лежит число 15. То есть сюда мы можем записать число 55. Ну конечно это просто простая сумма на самом деле. В контрольной сумме механизм там поинтереснее, посложнее. Ну там используется та же самая хеш функция на самом деле, которую мы рассматривали ранее. Когда знакомились с пользователями, помните? Вот. И когда у нас один из жестких дисков выходит из строя. Да. Мы можем восстановить данные. И записать сюда какое значение? 55 минус 40. Вот. Это будет 15. Таким образом мы можем восстановить файл, когда у нас один из жестких дисков удаляется. Но для этого требуются некие вычисления. Нам из хеш суммы надо восстанавливать данные. То есть нам из специальной вот этой суммы надо восстанавливать данные. На что может уйти очень много времени, если жесткие диски довольно таки большие, информации на нем много. Но при этом мы опять-таки получаем плюшку скорости. Но уже не в три раза больше на трех дисках, а всего лишь два раза больше на трех дисках. Но если жестких дисков больше, то соответственно еще больше. Ну и восстановление тогда будет еще больше, потому что у нас будет только один жесткий диск, куда пишутся все суммы для всех блоков. Вот. Это так называемый RAID 5. Это такая вот компромиссная мера, скажем так. Есть еще RAID 2, 3, 4, которые, собственно, ну там они используют практически тоже механизм, связанный с контролем хранения данных. То есть они используют учетность данных, коды ECC, то есть запись позволяет нам избавляться от ошибок там каких-то во время записи и так далее. Вот. Ну ими практически не пользуются, потому что необходимо отдавать большой объем, скажем так, под хранение вот этих вот вспомогательных данных. Также есть различные рода смеси RAID, например RAID 1.0, когда мы и зеркалим, и при этом еще параллельно пишем на нескольких других каких-то жестких дисков. Ну, условно говоря, у нас есть 4 жестких диска, здесь у нас Mirroring, здесь у нас Mirroring, да, то есть RAID 1.0, то есть нам это виден как один жесткий диск. Вот. И при этом уже файл мы пишем одновременно на два устройства, да, первый блок данных отправляем сюда, второй блок данных отправляем сюда. Вот. Это так называемый RAID 1.0, когда мы объединяем вот эти два типа RAID. Ну, давайте теперь познакомимся с практикой по RAID массивам. И тут стоит отметить, что на самом деле существуют RAID массивы, которые реализованы не программно. Мы сегодня будем рассматривать только программные RAID массивы. А есть RAID массивы, которые реализованы с помощью RAID контроллеров. Это отдельные платы, на которых настраивается определенный RAID. К этим платам, физическим платам, подключаются жесткие диски, а сама плата уже подключается к серверу или к компьютеру, да, и настраивается таким образом, что уже в операционной системе виден какой-то просто диск. Но на самом деле это не диск, а уже какой-то RAID, настроенный с помощью нескольких дисков. Вот. Это не наш способ, потому что RAID контроллеры, ну, стоят отдельных денег. Да, они хорошо, они хороши тем, что они еще сильнее нас абстрагируют от операционной системы, в принципе, да, то есть это на уровне железа происходит резервирование. Вот. Ну и разные RAID контроллеры по-разному там настраиваются. Мы же сейчас посмотрим именно программный RAID, который поставляется вместе с Linux. Для того, чтобы настроить RAID контроллер, нам надо как минимум два диска, да, и тренироваться мы будем на RAID 1. RAID 1, зеркалирование, простой настроем. С ним мы поиграемся, попробуем сымитировать отключение жесткого диска. Поэтому идем, давайте сюда в настройки, заходим в носители и добавляем еще один жесткий диск, ну, назовем его Linux нижнее подчеркивание 2, да. Создадим. Давайте в MDK пусть будет. Далее. Linux нижнее подчеркивание 2, и пускай он будет на 2 гигабайта. Приборщу. 2 гигабайта. Один у нас на Linux 1 у нас на 1 гигабайт, Linux 2 на 2 гигабайта. Тем самым я хочу показать, что для RAID массива не обязательно брать жесткие диски одинакового объема. Зажимаем готово. Убираем Linux 2. Вот у нас есть Linux 1, Linux 2. Linux 1 мы его уже освободили, мы его использовали для LVM. Вот он на 1 гигабайт Linux 2. Их, собственно, и берем. Сделаем его с горячей заменой, для того, чтобы можно было во время работы операционной системы отключать, отключать и тем самым эмулировать поломку диска. Вот. Нажимаем ОК. И запускаем нашу машину. Так, наша машина запущена. Давайте перезалогинимся. Вот. Войдем в административный режим. И, собственно, посмотрим, что у нас в SBLK есть в списке блочных устройств. Вот, собственно, два наших диска, с помощью которых мы будем делать RAID массив. Для начала переходим в Parted. И, как обычно, мы начинаем с создания партишена, да, создания таблиц разделов на этих дисках. Ну, SDC у нас уже сделан. Вот. Он у нас, таблица GPT на нем создана. Давайте создадим на нем Partition. То есть, mk-label нам уже не надо сделать. Нам надо сделать mk-part. PartitionName. Ну, назовем его RAID. For RAID DiskOne. Вот такое мы дадим. Файловую систему по умолчанию пропустим. Просто даже не будем писать. Потому что мы опять выставим сейчас флаг, который не будет отвечать за файловую систему. Стартовый 0. Последний мегабайт 1074. Здесь выбираем Ignore. Игнорируем выравнивание. Что у нас? Создался. И делаем вот такую команду. То есть, мы включаем теперь флаг RAID. Это будет означать, что у нас жесткий диск будет предназначен для RAID, не для LVM. Ну, и вот, собственно, во флагах мы видим RAID. То есть, напоминаю, что LVM мы включаем с этого номера партишена LVM. Ну, и выключаем OFF. Соответственно, здесь у нас RAID. Такая вот командочка. А, нет, стоять. Теперь выбираем наш второй диск. DEV. SDC, SDD. Смотрим информацию. Даже метки нет. Таблицы разделов нет. Поэтому сначала назначаем на KLABLE GPT. MKPART. PartitionName. Возьмем такой же, только с цифрой 2 на конце. Оставляем. С нуля. И выбираем весь партишен. Весь объем. 2147. Здесь ignore. Все. Создан. Устанавливаем флаг RAID. Все. Оба диска у нас подготовлены. Выходим. Создается, управляется RAID массива с помощью утилиты MDADN. Она, собственно, предназначена для управления и создания multiple devices. Такая вот абстракция. В том числе, RAID массива. В основном, она для RAID массива только используется. Вводим команду MDADN. Смотрите, у нее есть куча других под команд. В том числе, create, assemble. Create создает, assemble пересобирает RAID массив, если он там развалился. Это менедж управления и прочие другие вещи. Нам нужно сейчас для начала оценить. X-Mine. Оценить диск для создания RAID. И вводим сначала SDC. Видим, что у нас здесь написано, что у нас есть partition. У нас столько-то секторов. Type E, E означает, что это как раз-таки под RAID массив. Все дело зарезервировано и создано. Если мы введем SDC1, partition уже, который создан на жестком диске, он скажет, что никакой тут файловой системы не вижу, ничего тут не задетектировано. Если мы введем SDB, наш предыдущий жесткий диск, в принципе, он тоже тут увидит, что у нас partition есть и все хорошо. SDD у нас еще есть, тоже видим, все хорошо. И еще одна команда, которая нам позволит оценить диски, это fdisk-l. И тоже можем сделать SDC. Увидеть тоже информацию о диске. В том числе тип linux-rate, мы здесь видим, да. SDD тоже, linux-rate, размер, все как есть. Вот SDB, если мы введем, да, то там уже у нас type немножко другой, linux-file-system. Вот, это md-adm-examine, то есть все мы оценили. Также важно, чтобы на SDD1 ничего не было, и на SDC1 тоже ничего не было, никаких суперблоков, никаких файловых систем. Просто, как бы, есть и есть. Давайте сделаем duplicate session. И в ней, во втором окошке, мы запустим такую команду, как watch. Watch позволяет нам наблюдать за каким-то файлом или за какой-то командой прямо на экране, если она там нам что-то меняет. Ну, например, мы можем сделать watch. Давайте такой вот пример. Есть информация об IP-адресах наших устройств. Если мы введем с ключиком минус S, мы будем видеть пакеты, в том числе. Мы будем видеть статистику пакетов. Это ключ статистики принятых, отправленных в байт на каждом устройстве. Обычно пакетики туда-сюда ходят. Linux спрашивает сервера, спрашивает, есть ли обновления там и так далее. Ну и как минимум мы сетим по SSH, поэтому пакеты есть. То есть мы видим, если мы введем в два раза команду, мы видим, что пакеты, число пакетов поменялось. Как минимум принятых, отправленных. Это xrx. Ну, количество пакетов в байт поменялось. Как мы можем наблюдать это в режиме как бы онлайн? Мы можем ввести вот такую команду watch и команду, которая у нас вводит статистику. Смотрите, мы видим, как пакетики меняются прямо в режиме онлайн вживую. То есть у нас запустилась отдельная окно, мы можем сказать, что это окошко мониторинга наших пакетов. Условно говоря. Давайте то же самое сделаем, знаете, с каким файлом. Сейчас я вам покажу. Сделаем watch, но выведем на экран, будем выводить на экран, файл прок md1 ой, md1 это статистика наших рейд массивов. Пока видим, что никаких рейд массивов у нас тут нет. И начнем во втором окне создавать этот рейд массив, заодно будем следить, как меняется статистика нашего md-ray нашего рейд массива. Команды md1 create мы создаем рейд массив под названием dev md0 ну то есть вот прям устройство. md0 следующий рейд массив, если захотите создать, будет md1, md2, md3 и так далее. Начинаем с нуля. Далее с помощью дополнительного ключа level мы указываем тип рейд массива. Рейд массива типа 0, рейд 0, где у нас просто данные пишутся параллельно на диске. Рейд 1 mirror, рейд 5 ну соответственно с контрольными суммами там и так далее. Нам нужен рейд 1 зеркалирование чисто, поэтому пишем level 1. Дальше с помощью ключа rate devices мы указываем количество рейд массива, участников рейд массива, то есть количество дисков. Пишем 2. И собственно перечисляем диски. Здесь нужно указывать партишны devsdc1 devsdd1 все. После этого мы создали рейд массив, нажимаем enter, он нам ругается, что наш рейд массив не включает в себя boot. То есть если у нас ломается папка boot, ну уж извини, система грузиться не будет. И для того, чтобы создать рейд массив полный, в том числе с полной системой, это отдельная история. Мы сейчас создаем пока просто отдельный рейд массив. Поэтому мы говорим да, согласны, создаем, нажимаем enter, вот, как здесь у нас происходит прогресс создание рейд массива, данные синхронизируются, появился md0, статус active, тип рейд1, вот два диска участвуют, они оба доступны, буковка U означает, что они подключены, доступны, да, и все работает. Окей. Также, вот, было еще одно предупреждение, что у нас один диск больше, чем другого, поэтому, ну он просто предупреждает, будет создан рейд массив наименее, ну, с размером наименьшего диска. Смотрим в lsblk, что у нас появилось, у нас появился md0 устройство, да, майнер, 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 намбер у них совпадают, то есть, это одно устройство, но они слинкованы, то есть, связаны, да, с двумя разными жесткими дисками, вот, тип рейд1, тип рейд1, с помощью команды md1 detail, и указанием устройства dfmd0 мы можем вывести статус устройства, когда тут он создан, его текущий статус, он, типа, синхронизированный диски, да, данные на них одинаковые, все хорошо, uid выданный, и два устройства, тоже статусы, active, это говорит о том, что у нас рейдмассив, все работает, все хорошо с ним, теперь нам надо обновить конфигурацию рейда, которая у нас лежит в следующем месте, md1.conf, вот, здесь мы видим конфигурацию наших рейдмассивов, которая будет подхватываться во время запуска операционной системы, если мы здесь ничего не подправим, у нас может слететь нумерация рейдмассива там, и прочие вещи, поэтому обязательно здесь надо добавлять следующую строчку, мы берем вот эту команду, здесь добавим ключик scan, он выводит конфигурации всех рейдмассивов, которые есть в системе, ну, в данном случае у нас создался один рейдмассив, прямо берем, копируем эту строчку, выделяем ее, и открываем, для редактирования этот файл, давайте я вам подправлю цвет комментариев, и вот эту строчку мы вставляем, все, строчку вставили, строчку вставили, и давайте теперь создадим файловую систему, файловую систему, давайте создадим файловую систему, сюда, чтобы перезатереть, и заново создать файловую систему, окей, выдался ее идея, записались суперблоки с такими-то номерами, все, никаких ошибок, дан, 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 отлично, 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 следующим этапом мы теперь, как обычно, можем что-то примонтировать, давайте посмотрим, что у нас там в папке опт лежит, вот есть директория тест, ну, собственно, давайте вот тест и использовать дальше, давайте ее и примонтируем, mount defmd0 opt-test, примонтировали, blk, делаем, все, монтирование отработало, смотрите, две записи, да, появилось, что у нас опт-тест лежит на, теперь на двух жестких дисках, на RAID, на нашем RAID, все, все хорошо, теперь давайте подправим ETC-FSTAB, но прежде чем править ETC-FSTAB, давайте возьмем blk-id и возьмем UID-MD0 нашего, сразу его скопируем, так, def disk by UID, опт-тест, монтируем, файл с темой XT4, опция defaults, нет, дампим, проверку можно оставить, сохраняем, сохраняем, и последующим, что нам надо сделать, это с помощью специальной команды обновить, грубо говоря, загрузку кернелой, есть такая файловая система, которая RAMFS, которая начинает загрузку нашей операционной системы, и она связана с папкой boot и с нашим кернелом, так вот, RAID идет как составная часть кернела, то есть из ядра Linux у нас инициализируется RAID массив, поэтому мы должны обновить информацию, обновить информацию, то есть дать знать кернелу, что у нас появился RAID массив, чтобы при перезапуске у нас все отработало хорошо, и собственно мы апдейтим существующую нейтрам Fs с помощью ключа минус U и минус K указываем версии ядра, версии ядра у вас может быть несколько на операционной системе стоять, нажимаем Enter, вот пошла генерация первого ядра, которую он здесь нашел в системе, версия 5.15.0.53, второе ядро на единичку поменьше и собственно все, то есть повторим основные шаги для создания RAID массива, это подключение дисков, прогонка их через утильту Parted с созданием разделов и включением опции RAID в этих разделах, потом оцениваем MDADM Examine эти диски, FDisk-L проверяем, что там RAID массив есть у нас тип Linux RAID у нас в этих дисках, далее создаем RAID с помощью MDADM Create, ну и смотрим статус, если статус OK и RAID массив создался без ошибок, статус мы собственно смотрим с помощью утилиты MDADM с указанием ключа Detail давайте ее вспомним MDADM Detail без скана либо PROC MDStat то есть вот этот файлик нам тоже показывает статистику нашего RAID массива, после этого не забываем брать строчку для конфига нашего устройства с помощью ключа дополнительно Scan к Detail и вставляем это все в ETC MDADM Conf после этого классическая схема при добавлении вообще любого блочного устройства это создание файловой системы с помощью MKFS и монтирование и прописывание ETC FSTAP и в конце чем отличается еще добавление RAID массива это апдейт init RAMFS с помощью вот таких двух ключиков обновляем загрузчики ядра вот после этого можем заребутиться и проверить наш RAID массив его работоспособность что система перезагрузится и все подхватит и подцепит давайте это проделаем пошла перезагрузка все система загрузилась никаких ошибок не было делаем рестарт делаем рестарт очищаем lsblk видим что у нас все есть все сохранилось давайте создадим какой-нибудь тестовый файлик в нашей директории тест опять-таки здесь давайте посмотрим на watch rock.md.stat вот и 5 тест файл 1 давайте сразу туда еще какие-нибудь данные напишем откроем виме и заинсертим несколько строчек информации все сохранили можем еще и данных каких-нибудь побольше накинуть давайте input file опять-таки у нас будет dev0 output file of у нас будет opt test file 2 давайте blocks s 1 мегабайт account равно сколько у нас там 10 гигабайт на 500 мегабайт каких-нибудь данных запишем записали диск free показывает что у нас rate массив забился на 55% все перемонтируем сюда все ок да то есть у нас вл.o5 тест пару файликов каких-то лежит вкратце стоит упомянуть что lost plus found lost and found переводится английского как бюро находок содержит себе файлы которые найдет утилиты fsck который у нас запускается вместе со стартом там вместе с монтированием файловой системе есть etc fs tab да вот когда мы тут единичку указу ну и так как у нас там помните уже на диске что-то было файловая система обнаружила там какие-то может быть ссылки на файлы какие-то не прикреплены аноды поэтому вот сказал что есть была какая-то файловая система там lost and found там находится вот ну у нас он должен быть пустой потому что мы систему создавали пересобирали заново вот да видите здесь ничего особо нет итак все у нас все работает пару файлов мы создали давайте теперь зафейлим один из дисков есть отдельно утилита mda1 фейл который позволит нам ну прям отключить один из дисков то есть имитировать падение но мы давайте поступим по взрослому прям мы недаром делали здесь горячую замену и попробуем отключить один из дисков в настройках нашей виртуальной машины берем любой диск и в принципе вот можем его отключить далее нажимаем ok смотрим что у нас тут сблк смотрим что у нас здесь происходит и ждем некоторое время потому что утилита mda1 не работает как бы нагорять ну мгновенно пока она оценит ну вот собственно мы увидим что одна буковка и уже пропала да рейд все равно у нас актив активный влсблк у нас пропал диск получается сдд вот он на 2 гигабайта который просто отключился да и у нас рейд массив остался с одним диском с одним диском мда1 detail покажет у нас покажет у нас следующую информацию что у нас один диск удален вот и надо что-то предпринять да либо установить новый диск мы можем как бы добавить тот же диск вот и пересобрать рейд да а можем добавить вообще новый да прогнать через партат и добавить наш рейд массив давайте сделаем здесь на этом этапе снапшот да сделаем снапшот и назовем его удален один диск из рейд один вот это статус на текущий момент все работает и давайте проэкспериментируем то есть предположим что мы вытащили диск и надо сунуть его назад случайно ошибка произошла какая-нибудь мы или диск сломался мы его восстановили каким-либо образом да и хотим подключить назад чтобы там ну хотим его подключить назад или там сдублировали полностью байт байта и хотим тоже подключить его такой же диск идем сюда добавляем наш линукс 2 да он назывался вимдики нажимаем окей нажимаем окей смотрим статус само по себе тут ничего как бы не соберется поэтому мы давайте вызовем команду md1 md0 и с вот таким ключом add ну прежде чем его вызывать давайте посмотрим у вас был к что у нас появился да вот сдд у нас появился опять на 2 гигабайта видите ничего тут не примонтировано то есть он как отдельный жесткий диск есть но данные на нем тоже есть вот d1 давайте его экземайн проверим dev sdd вот это все показывает devsdd1 покажет что он как раз таки у нас под рейд массив наш создан да так ну и что здесь у нас интересно можно посмотреть в принципе особо ничего нет интересного просто видим что сама запись у нас есть когда мы выполняли эту команду до создания нашего рейд массива у нас здесь была запись что no superblock ничего не было и давайте собственно тогда перейдем к добавлению в устройство md0 мы выполняем команду add и добавляем devsdd1 наш вот этот вот отключенный нажимаем enter вот у нас пошла сборка рейд массива они синхронизируются видим тут у нас восстановление все два диска подключены все было проверено md1 detail покажет что у нас опять снова два жестких диска есть рейд массив собран полностью все ок все хорошо вот давайте отмотаем на тот этап где мы разобрали один диск для того чтобы восстановить какой-то снапшот над машиной конечно выключить вот вот она у нас выключена выделяем наш интересующий нам снимок да и нажимаем восстановить он предлагает создать снимок текущего состояния но нам он не интересен мы его не хотим сохранить все мы теперь находимся вот в этом снимке и можем запустить нашу машину пошла загрузка операционной системы точнее даже не загрузка а восстановление восстановление нашей операционной системы делаем рестарт то есть мы восстановились на тот момент когда у нас sdd отключен двухгигабайтовый да и rate массив остался с одним жестким диском вот второе если мы не восстановили тот же жесткий диск тот же жесткий диск а у нас просто вышел из строя и мы купили новый то тут немножко последовательность другая так ну хотя здесь можно пока ничего не включать давайте давайте симулируем добавление нового жесткого диска вот у нас linux1 и мы добавляем сюда какой-нибудь жесткий диск mdk mdk разделим на куски ну пусть будет 3 гигабайтовый жесткий диск типа новый помощнее назовем его linux3 замена replace вот мы его добавили с горячей замены нажимаем ok смотрим что у нас тут в lsblk у нас появился диск опять sdd но уже без партишенов помните я вам говорил что если достать диск и подключить новый все равно нумерация будет сохраняться ну вот от буквы нумерация вот поэтому у нас тут снова sdd 3 гигабайтовый он у нас чистый поэтому с ним надо проделать то же самое что мы проделали перед созданием rate массива а именно прогнать через parted потом в md1 добавить ну и посмотреть соберется или нет в первую очередь выбираем parted select dev sdd смотрим что на нем ничего нет mk label gpt mk part partition name да enter нажал ну ладно здесь можно было что-нибудь написать file system по умолчанию здесь старт начинаем с нуля под partition можем в принципе задействовать все ignore partition создался set partition 1 raid on не забываем выходим d1 d1 eximine dev sdd sdd1 все то есть у нас жесткий диск sdd1 совершенно новый в прошлый раз мы отрабатывали да у нас была хоть какая-то информация где мы тут выдавали от Examine SDD1 у нас уже был восстановлен и RAPE понял, что там что-то есть. В данном случае мы восстанавливаем данные SDD1. Обращаю внимание, то есть забыл показать, что у нас в opt-test все доступно, все файлы есть, он их размер считал, все они сохранены, никакие данные у нас не потерялись. Идем теперь и команды MD1 в DEV MD0 мы добавляем диск диск DEV SDD1 Прежде чем нажимать Enter, тоже посмотрим на статус, как будет он меняться. Все, смотрим, что у нас есть диск. Ой, RAID поломанный, без одного диска. Нажимаем Enter. Пошла синхронизация. Рекавери идет уже несколько подольше. Чуть-чуть. Вот. Опт диск доступно. В ЛСБЛК, видим, что опять RAID собрался. Все ок, все хорошо. Опт тест, ничего не потерялось, все файлы на месте. Ну и давайте MD1 детейл еще посмотрим. Вот. Опт дисков в состоянии актив. Все, все данные синхронизированы. SDC1 и SDC1. Все есть, все хорошо. Также можно сломанные диски удалять из RAID, если на замену ничего нет. Чтобы статус... Тут MD1 не показывал, что у нас там один диск removed. Мы можем этот диск удалить из RAID. Ну или вообще, если мы хотим RAID разобрать, то мы можем один диск удалить из RAID. Высвободить его, да, если нам это необходимо. А для этого давайте опять восстановимся в эту же точку, где мы сломали диск. А, конечно же, сделаем сначала shutdown. Все, восстанавливаемся в это же место. Снимок текущий нам не нужен. Все, восстановились. Обратите внимание, что во время восстановления и диски тоже отключаются и подключаются на момент снимка, какие они были. Главное, чтобы сами диски не были удалены. Если что, в инструментариях мы можем регулировать установки тех жестких дисков, которые у нас как бы отдельно лежат. Представьте, что это отдельные жесткие диски у вас на столе. Вы можете их здесь удалять, добавлять, переименовывать и так далее. Итак, восстановились в то же самое состояние. Удален один диск из RAID. И запускаем. Запускаемся. Здесь сейчас будет восстановление. Вот, ресторин. Кстати, да, видите, вот в SIS-логах, когда мы отключали жесткий диск, у нас здесь показывает MD-RAID 1, да, что у нас диск зафейлился. Зафейлился. Вот. Зафейлился один диск. То есть все это в логах. Система остается, логи отключаются. Ну и если у вас, соответственно, настроен мониторинг вашей системы с помощью какого-нибудь там SIS-лог сервера, который собирает SIS-логи, то таким образом вы можете узнать о падении RAID. В вашу систему мониторинга будет отправлено соответствующее системное сообщение, соответствующий SIS-лог, что у нас диск 1 упал. Давайте переподключимся. Вот так. Все, мы находимся опять в том состоянии, где у нас один диск сломан. И давайте удалим из RAID'а наше устройство. Давайте сейчас выведем detail, чтобы была видна разница. Вот. Вот у нас один сломанный диск. И делаем diadn devremove, точнее, remove, удаление из устройства devmd0 мы удаляем devsdd1. Так. А, ну, собственно, здесь у нас его не присутствует, поэтому, конечно, он такого файла и не найдет. Но если жесткий диск будет сломан, но будет обнаруживаться, может быть такая ситуация, нам надо будет его как-то удалить, то вот таким образом мы можем удалить один из дисков. Или если у нас он здесь будет подключен, RAID будет собран, но нам надо будет его разобрать, тоже можем удалить таким вот образом один из дисков. Также бывает ситуация, когда у нас RAID массив разваливается и надо его пересобирать. Особенно бывает это часто, когда мы RAID разбираем в выключенном состоянии и система не знает о том, что диск упал. Сейчас мы диск отключали на горячую и Linux понимает, что диск сломался, диск упал, я потерялась в управлении диском, он перестраивает соответствующие настройки в RAID, все хорошо. Но если мы выключим машину и вытащим диск, то Linux об этом не узнает, и когда он будет включаться, то может возникнуть ситуация, что он перейдет в режим обслуживания, и нам надо будет этот RAID массив пересобрать. Мы, к сожалению, не сможем тогда к удаленной машине подключаться, но, собственно, давайте попробуем это проделать. Так, при удалении одного диска, если мы сейчас попробуем заребутиться, ребут без пересборки, ну давайте посмотрим, что будет. По-моему, сейчас даст нам перезагрузиться спокойно. Да, он дал нам перезагрузиться спокойно, то есть Linux знает, что у нас RAID развалился, и, в принципе, вот у нас система все перезагрузилась, работает. Давайте быстренько тогда RAID восстановим. Для этого подключим диск Linux 2. Найдем его. Вот, Linux 2. То есть восстанавливаем. Тот же самый диск отключим и подключаем. И, ага, видим, что он тут есть. Выполняем. Сделаем. MDADN. Сейчас надо сделать именно ADD. Мы имитируем первое действие, что вот у нас заново подключаем диск из состава RAID. MDADN. ADDF. MD0. Мы добавляем DSDD1. Вот он передобавляет. READDD сделал, да? И USBLK показывает, что у нас тут снова RAID. Снова два диска участвуют в RAID. MD0. MDADN. DETAIL. MD0. Покажет, что у нас два диска участвуют. Все, все хорошо. Теперь делаем SHUTDOWN. SHUTDOWN. Все, выключаем нашу систему. Вот она загасилась. И теперь здесь мы отключаем один из жестких дисков. Давайте вот Linux 1 теперь отключим. Нажимаем ОК. Запускаем. Идет запуск нашей виртуальной машины. Обратите внимание, что сейчас Linux не знает, что у нас произошло отключение жесткого диска. Вот мы видим, что у нас тут уже на этом этапе кое-что подвисло, не грузится дальше. Ждем и ждем и ждем. Вот пошел запуск работ по восстановлению для UUID, который исчез. То наш жесткий диск RAID 1, надо подождать минуты 30. Осталось несколько секунд. Были какие-то ошибки. И вот смотрите, он пишет, что заребутиться не удалось. Нажмите CTRL-D для продолжения или ENTER для обслуживания. CTRL-D нам ничего не даст. Можете попробовать. Нам надо, собственно, выполнить режим обслуживания здесь. После нажатия ENTER я войду в усеченный режим Linux. То есть что-то мне будет недоступно. Половина демонов будет недоступна. В том числе я не могу подключиться удаленно. Если я сделаю restart session, у меня здесь будет ошибка. У меня connection refused, потому что у меня SSH-Demon не запущен. Восхищая ваши вопросы, можно попробовать его запустить. SystemCTL мы дальше будем знакомиться с этой командой. Но даже она нам выведет статус, что мы находимся в режиме обслуживания. И, собственно, не можем стартануть. Как нам здесь в LSBLK мы видим, что у нас опять-таки MD0.1 есть у нас RAID массив. Давайте его вот здесь выведем в detail. Посмотрим, что он нам скажет. А он нам говорит, что у нас DEVSDC1 не подключился. То есть у нас нету состояния active, не synced, ничего. Это плохо. Как нам здесь быть? Как нам здесь пересобрать наш RAID массив, чтобы он заработал? Для этого мы должны его сначала остановить. С помощью команды STOP мы делаем DEVSDC1 стоп. Он у нас останавливается. В LSBLK мы видим, что он вообще, в принципе, сейчас отключился. Хорошо. Остановился, остановился. Также мы видим, что MD0 у нас как устройство исчезло по факту. Но в девайсах его нет. Давайте оценим MD1 EXAMINE. Оценим наш оставшийся SDC диск. Видим, все, запись осталась. SDC1. Все, видим, что запись под RAID у нас осталась. RAID LEVEL RAID 1, RAID DEVICES 2. Все, все хорошо. Ну, соответственно, другого диска SDD у нас нету. Он у нас сломан. Выбираем вот этот оставшийся живой диск. И пересобираем с помощью команды MD1 ASSEMBLE. И указываем еще дополнительный ключ RUN. Что после пересборки запустить наш RAID массив. И указываем DEV MD0. И из чего мы будем его пересобирать? Из оставшегося живого жесткого диска SDC1. Вот он у нас стартанул. В принципе, мы можем посмотреть CAD PROC MDSTAT статус. Видим статус, что у нас один жесткий диск доступен. Все хорошо. MD1 DETAIL, что нам теперь покажет. Вот у нас MD0 опять доступен. Active синхронизирован. То есть у нас диск SDC в состоянии Active и синхронизирован. Все хорошо. MD. Что-то еще хотел посмотреть. MD1. А, да, в принципе, все. Ну, видим, что у нас VLS был CAN. Да, давайте еще глянем. Вот, MD0 у нас подключился. Все хорошо, все окно. Но, смотрите, O5-тест у нас, в директории O5-тест у нас не примонтирована. Поэтому мы монтируем. Опять-таки. Mount. FMD0 O5-тест. Сблк. Вот, видим, что примонтировалось. В самой директории O5-тест оба файла у нас есть. Не потерялись все данные. Наши супер важные данные. Все, мы как минимум до них достучались. И обратите внимание, давайте, что у нас может сбиться нумерация нашего устройства. И сравним его с записью в ETC FSTAP. Ага, в ETC FSTAP у нас запись MD0 пропала. Потому что во время загрузки, видимо, операционная система ее потерла. Раз нет устройства, раз он не собран, поломан, то и не буду его добавлять. Поэтому в ETC FSTAP давайте заново пропишем его. Так. Ну это сейчас UID можно убрать. Можно после перезагрузки добавить уже. Просто учтите, что после перезагрузки он у нас автоматически не примонтируется. Но ничего страшного. Давайте выполним тогда ребут. А нет, перед ребутом давайте еще не забываем. Теперь снова проапдейтить initram.fs. Ядро указать ему, что у нас отвалился один жесткий диск. Он применил статус текущей рейда при следующей загрузке. И снова нас не выбрасывал в режим обслуживания. Это занимает какое-то долгое время. Вот здесь уже второе ядро пошло. Ждем и ждем. Все. Ну давайте ребут. А, здесь в ограниченном режиме мы ничего не сделаем. Можем нажать Ctrl D. Так. Ну да, у нас машина не перезагружается. Давайте ее вручную перезапуск ей устроим. Пошла загрузка. Видим старт у демона. Все. Система перезагрузилась. Есть окно приглашения для запуска. Значит можем и удаленно теперь зайти. Все отлично. В LSBLK мы видим, что MD0 у нас есть. И даже примонтирован. То есть ETC FSTAP, видимо, восстановила запись, как только появилось устройство. Давайте это проверим сразу уже. Да. Опт тест у нас примонтирован. Все к тому же устройству. То есть у нас во время сборки из конфига ETC MD1 конф взялся нужный ID. Давайте посмотрим. Вот он здесь. Вот его ID. И да, он совпадает с вот этим ID. Хорошо. Все благодаря тому, что у нас здесь UID диска не пропал. И он, скорее всего, такой же, как и в MDADM SCAN. Давайте пропадем. Посмотрим. MDADM. Detail. Scan. Def. MD. 0. Да. Здесь одинаковый UID дисков. Здесь одинаковый UID уже самого RAID массива. Все. Хорошо. Таким образом, мы тоже прошли через этап разрушенного RAID массива, который не загружается. В режиме обслуживания мы его пересобрали с помощью команды Assemble. Вот. Как видите, ничего сложного тут тоже нет. И давайте теперь поговорим про удаление RAID массива. Опять-таки, если нам RAID массив не нужен, мы можем его удалить. Ну и давайте его снова опять-таки по-быстрому соберем. Добавим второй диск, который мы здесь отключили на горячую. И уже из состояния собранного RAID массива, да, так, нам надо подключить Linux 1. И уже из собранного состояния RAID массива, пробуем его удалить. Разобрать и удалить в исходное состояние. Так, вот у нас диск SDD. MD1, DEV, MD0, ADD, DEV, SDD1. Все, вот у нас собранный RAID массив. Еще раз детейл проверим, что все хорошо. Так. Да, оба диска есть, оба диска active. Для начала, чтобы удалить RAID массив, мы должны его остановить. А чтобы остановить, мы должны размонтировать. Потому что, если мы выполним команду MD1, STOP, без размонтирования, и попытаемся остановить MD0, он нам, собственно, скажет, что у нас есть какая-то примонтированная файловая система. Я его останавливать не хочу. Вот, в этой файловой системе у нас крутятся какие-то файлы. Да, давайте, кстати, проверим. Вот они никуда не потерялись, все у нас тут есть. Поэтому мы сначала командой unmount, unmount. Так, а, unmount, unmount, прошу прощения. unmount. Выполняем разблокирование диска MD0. RAID. Смотрим, да. OPT-TEST отвалился от нашего RAID. И выполняем теперь STOP. Подключаюсь в истории. Все, теперь остановился без проблем. Detail нам выводит, что у нас такого файла нет. То есть у нас восстановленное состояние RAID массив вообще разлетается. В LSBLK мы видим, что MD0 исчез. И у нас остались только партишены. Двух жестких дисков. Это SDC1 и SDDD1. Собственно, команда MD1. remove. MD0. Мы удаляем теперь сам RAID массив. А, ну так как его нет. Мы его застопили, его нет. Ну и, в принципе, и remove делать не надо. Мы сделаем теперь вот так. Команды ZERO SUPERBLOK Мы затрем SUPERBLOK Файлы системы, специально созданной для RAID на нашем диске SDC1 И SDD1 Вот. То есть MDADM EXIMINE Этих дисков Нам выдаст, что нет теперь SUPERBLOK Есть SDD1 тоже. Все. RAID массив разобран. По сути. Не забываем удалить строчку из нашего файла конфигурации. Это CMDADM MDADM CONF Вот последнюю строчку, в которой мы находимся. Собственно, можем ее удалить. Удаляем. Сохраняем. И в ETCFSTAB тоже лучше удалить. Соответственно, все данные лучше сохранить в другое место. Потому что мы удаляем жесткий диск, чтобы не заниматься восстановлением и так далее. Лучше сохранить. Вот это файл 1, файл 2. Считайте, и сейчас очень сложно теперь восстановить. Мы разбираем массив. И все. И апдейт. NitramFS с ключиком минус U, минус K, all. Обновляем наш загрузчик. Пошло второе ядро. Ждем. Все. Ну, также в Parted мы можем удалить и разделы. Но в любом случае при перезагрузке убедимся, что у нас ничего не собирается. И все хорошо. Идет старт операционной системы. Пошли загрузки демонов. Зелененький, буквы OK. Все. Система загрузилась. Проверяемся. Как видим, RAID массив больше не собирается. И диски нам доступны. Можем делать с ними что угодно. Если вы не ставили на паузу и не проделывали вместе со мной эти действия по созданию RAID массива, по эмуляции падения дисков и так далее, проделайте это параллельно вместе с записью. Потренируйтесь, чтобы закрепить знания. После изучения работы с дисками, давайте теперь еще познакомимся с такой темой, как ссылки. Иногда удобно создавать ссылки на файл, который находится где-то постоянно в одном месте. И чтобы к нему было удобно обращаться, можем вынести какую-то ссылку в удобное для нас место, работать с файлом по этой ссылке, конфигурировать его, изменять штамм и так далее. В винде аналог ссылки это у нас, собственно, ярлык. У нас может существовать вот такой ярлычок. На нем будет вот такая стрелочка. Это будет означать, что это не сам экзешник Microsoft Edge, а это будет ярлык на какое-то место, на какой-то файл, который находится по следующему пути. Диск C, программ файл с 86, Microsoft Edge, Application. И вот MS Edge.exe как раз таки будет запускаться, если мы запустим вот этот ярлык, дважды кликнем по нему. Собственно, аналог этого механизма есть и в Linux, называется он ссылки. Давайте с ним поработаем. Ну и для начала давайте создадим какую-нибудь отдельную директорию. Links. То есть будет так. Перейдем в нее. И можем сразу создать два файла. Например, давайте так, файл 1. И сделаем наполнение. Цифры просто какие-то здесь будут. Запишем, сохраняем. Выйдем отсюда. Хотя можем и здесь, в принципе, сделать. Механизм создания ссылок делается с помощью утилиты LN. LN позволяет делать ссылки четырьмя способами. Первым способом создается ссылка на таргет, то есть целевой файл, с названием, имя ссылки. Ну окей, самое простое. Во втором варианте создается линк на таргет в текущей директории. То есть, когда мы не указываем, у нас создается в текущей директории ссылка на исходный файл. Третья и четвертая формы создают ссылки на каждый таргет в директории. То есть, если нам надо множество, допустим, каких-то ссылок создать. По дефолту создаются так называемые hard links. Жесткие ссылки. Если нам нужны символьные ссылки, нам надо указать ключик минус S или два минуса символик. Вот так вот прописать полностью. Это вот основные параметры. Давайте, собственно, с ними поработаем, потренируемся. И сделаем для начала ссылку на файл 1. И назовем его hard link файл 1. Вот так. Смотрите, у нас создалось теперь два файла. Если я выведу содержимое жесткой ссылки, то будет выводиться содержимое файла 1. И как понять, что это два одинаковых файла-то по сути? С помощью ключика минус IULS, ну или ULL, я могу вывести список всех файлов вместе с номерами iNode. Помним, что такое iNode. iNode это, грубо говоря, номер записи в нашем содержании, для нашей книги. То есть в нашем содержании, в нашем файловой системе. По сути, это номер файла, в котором у нас перечислены основные мета-данные для этого файла. Это атрибуты, кому принадлежит файл, время доступа, время модификации и прочее. Вот, собственно, это и есть у нас iNode. Смотрите, номера iNode одинаковы. Это говорит о том, что вот эти две сущности, ссылки на файл, указывают в одно и то же место на один и тот же файл. И действительно, давайте я попробую сейчас изменить hardlink-файл1. Да? Ну и, допустим, добавлю здесь там еще набор каких-то символов. Вот, необходимых мне. Делаю теперь вывод файл1. И здесь он присутствует, и в hardlink-файл1 присутствует. То есть у меня это, по сути, является одним файлом. Hardlink не всегда удобный механизм, потому что очень легко запутаться, где у нас тут что есть. И iNode-ы-то у нас идут в рамках одной файловой системы. Если мы будем копировать этот файл в другую файловую систему, то есть создавать ссылку в другую файловую систему, то у нас ничего не создадится, у нас будет ошибка. Давайте посмотрим. Вот у нас есть opt-database. Там у нас находится совершенно другой раздел, совершенно другой файловой системы. Ну, файловая система та же, ext4. Но сама сущность файловой системы другой. Это отличная файловая система. Со своими списками iNode и так далее. Вот. Если я... В принципе, отсюда target file... Ой, ln... Файл 1 перемещу в opt-database hard-link, допустим, там какой-то, да? Вот. У нас появится вот такая ошибка, что у нас cross-device-link. У нас межустройствовая связанность появляется. То есть вообще на другое устройство мы не можем создать такую же iNode. При этом, если мы удалим исходный файл, файл 1, да? У нас вот здесь файл 1, мы его удаляем. Вот. Остается hard-link. Сможем ли мы обратиться к нему? Как вы считаете? Конечно, сможем. Да, уничтожилась запись исходная, но сохранилась iNode, да, по которой мы можем достучаться до нашего файла. То есть вот эта запись в нашей таблице в списке файлов файловой системы, да, у нас осталась запись, которая обращается на какое-то место на жестком диске. И мы по этой записи достаем содержимое того или иного файла. Вот. Вот эта цифра означает количество жестких ссылок на данный файл. Обратите внимание, здесь у нас было две жестких ссылки. То есть, по сути, две сущности у файла, да? Цифра 2 у файла 1, потому что ссылался на один тот же файл. И hard-link файл тоже ссылался на этот файл. И после удаления у нас стала цифра 1. Все. Если мы понаделаем там жестких ссылок теперь на hard-link файл 1, назовем его hard-link файл 2, hard-link файл 3, hard-link файл 4, там и так далее. Вот. У нас, по сути, четыре одинаковых файла. И, собственно, цифра у нас тут теперь четыре. Обратите внимание, что к директориям это не относится. Я напоминаю, что количество вот этой цифры в директории означает количество директорий внутри с учетом указателя директорию на текущую и предыдущую. Так работает у нас, в принципе, механизм жестких ссылок. И для того, чтобы на какой-то исходный файл найти нам все жесткие ссылки на этот файл, можно использовать утильту find. Давайте укажем, что искать в папке home с ключом same file и указанием файла, на который мы хотим найти жесткие ссылки. Вот он нам выдает как раз четыре жесткие ссылки. Ну и пару ошибок, что там куда-то нам доступ запрещен. Ошибки мы можем скинуть вот такой командой, отправить их в никуда. Вот. Таким образом мы увидим все ссылки на файл. Соответственно, если мы создадим жесткие ссылки на links cardfile1, например, здесь outside cardlink. То есть, да, я в другой создаю в директории жесткие ссылки. Вот, добавляю парочку. Find мне все равно их найдет. Так, стоит. Links hardfile. Вот, для hardfile1. Вот, для этого hardfile1. Мы запустили еще раз поиск по жестким ссылкам. И видим, что он ищет, да, и, в принципе, нашел их в нашей аудитории, в нашей директории. В нашей директории home, которую мы указали, что в ней и хотим искать. Таким образом, мы можем, как бы, не потерять жесткие ссылки на файл. Сам файл, по сути, да, если нам надо удалить файл, мы можем... И мы видим, что здесь жестких ссылок на него больше, чем один, да. Нам надо вывести список всех этих жестких ссылок. И уже удалять каждую из них. Вот. В данном случае мы видим даже цифру 6. Ага, значит, мы понимаем, что у нас этот файл находится в виде шести файлов. В виде шести жестких ссылок на этот файл. Вот так работает механизм поиска жестких ссылок. Немного по-другому работают символьные ссылки. Давайте также перейдем в Links. Так, выполним rm-hardling-файл. И создадим снова там файл 1. И снова заполним его содержимым. Создали файл, заполнили его содержимым. И создадим символьную ссылку на этот файл 1. Simlink-файл 1. Назовем его таким вот образом, незамысловатым. Смотрите, он уже у нас в команде lll отображается в виде голубенького цвета. Впереди появляется буковка L, которая говорит о том, что это симлинк. Символьная ссылка. Ссылка идет на файл 1 в текущей директории. То есть здесь прописывается полный путь. Потому что мы можем создать симлинк с указанием полного пути. И это более правильный способ. Form command links файл 1. Вот так. Simlink 2. Давайте назовем его для файла 1. Вот. И это более правильный способ. Потому что при перемещении символьной ссылки она будет ссылаться уже на абсолютный путь. А если мы переместим эту ссылку, то она будет ссылаться на файл 1 в той же директории, где она находится. Давайте сделаем move simlink файла 1 в директорию выше. Вот она отсюда уехала. И вот смотрите. У нас вот она здесь появилась simlink файл 1. Но при этом она покраснела. Потому что файл 1 в текущей директории у нас не существует. Она ссылается на файл 1. То есть если я попытаюсь обратиться к этой ссылке, вывести ее содержимое, она скажет no such file у директории. При этом в том же links, если я сделаю cut simlink файл 1, я вижу, что содержимое есть. Все, ссылка работает прекрасно. Если я ее перемещу в директорию выше, вот она переехала. Она продолжает работать. Она светится голубеньким, потому что она ссылается на абсолютный путь. Если я сошлюсь на нее, я выведу содержимое этого файла. Могу также по этому simlink поработать с файлом. Добавить каких-то данных. Я увижу, что эти данные сохранились. И если я обращусь к исходному файлу, файл 1, то вижу, что данные там тоже новые появились. Так работает механизм simlink. Обратите внимание, что давайте выведем иноду файл 1, на который я ссылаюсь, и выведем иноду на simlink 2, на рабочий simlink. Обратите внимание, что иноды разные. Здесь 263.461, а здесь 263.462. То есть, по сути, это две разные ноды. И при этом, если я удалю файл исходный, links file 1, я удаляю, у меня ломается ссылка. У меня ломается simlink на этот файл. Ну и все, я не могу работать, потому что она не знает, где этот файл находится. Если я попытаюсь ее вывести, то у меня выведется ошибка, что no such file o directory. Нет исходного как бы файла. История с цифрками здесь уже не работает. Да? Вот у нас на файл 1 был, как минимум, здесь одна живая ссылка, но здесь всегда показывается количество именно жестких ссылок на файл. Учтите, что здесь не будет показываться количества символьных ссылок. Поиск simlink по системе. Эта задача уже относительно нетривиальная, как мы это делали для жестких ссылок. И для того, чтобы нам поискать simlink, например, в папке home, мы можем использовать ключик type и указать тип файла L. То есть, вот эта первая буковка, это обозначает тип файла. То есть, это может быть директория, обычный файл. И вот в данном случае нам нужны линки, да? Simlink. Вот. В таком случае у нас будут искаться просто все simlink в файле. Добавив ключик минус ls для нашего файла, мы можем вывести все это в формате ls с учетом вот этих стрелочек. Да? И если нам нужны simlink только к файлу 1, мы дальше можем составить вот такую конструкцию. Греб файл 1, да? И выведем, собственно, simlink только для файла 1. Но опять-таки, ошибки мы можем перенаправить в dev null. Так, 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 так. А, это надо делать перед гребом. Сначала направляем ошибки. Dev null. Ну, а потом греб. И есть еще один способ тоже вывода, как бы, поиска всех ссылок. Это с ключиком минус l большое find, да? А где-то, ну, например, в папке home мы можем вывести samefile для нашего файла. Linksfile1, да? Вот. Таким образом нам найдется и simlink, и сам файл, и все жесткие ссылки на файл, если они у нас есть, да? Опять-таки, permission denied нас тут немножко ограничивает. Мы можем слить эти ошибки в dev null, да? Вот. И вывести и жесткие ссылки, и simlink на этот файл. Но если мы будем искать по всей корневой директории, надо делать с помощью судо, вот. У нас поиск ничего не выведет хорошего, потому что все это дело уйдет в бесконечный цикл. Из-за механизма, видимо, файловых дескрипторов у нас фиксируется false system loop detected, да? У нас там могут быть рождаться файлы, файловые дескрипторы, которые ссылаются на ссылки, ссылки на файл, а файл на файловый дескриптор, наверное, так. Вот. Поэтому обязательно здесь уже надо указывать конкретное место расположения, где мы хотим искать те или иные ссылки на файл. Давайте подытожим вкратце сегодняшнее занятие. Итак, мы познакомились, как в целом работать с дисками, научились виртуалке добавлять новые диски и прогонять их через ряд утилит, чтобы на них можно было уже какие-то файлы сохранять, записывать и так далее. Первое, самая такая основная команда это вывод список, вывод списка всех блочных устройств, да? Он помогает нам сориентироваться и посмотреть, что на данный момент подключено вообще в систему, какие там блочные устройства есть. CD-ROM, флешки, диски, все-все-все, SSD, HDD и так далее. А также мы можем посмотреть на уникальные ID-шники, которые им выдала систему с помощью BLK-ID. Disk-free позволяет посмотреть свободное место на партишне или жестком диске, в целом системе, которая подключена к нашей системе. А также команда Parted позволяет работать с дисками и использовать их для создания партишенов в отдельных разделах. И, собственно, там мы выбираем какой-то диск, создаем таблицу разделов, это GPT или MBR, ну, лучше GPT, MKPart создает Partition, Print выводит информацию, а дальше с помощью Set номер Partition мы задаем, для чего этот диск у нас создан. Либо не задаем, если мы будем использовать его в чистую, либо пишем здесь LVM on, либо здесь пишем RAID on, если мы включаем здесь ту или иную фишку, да, вот. Также у нас есть команды для работы с файловыми системами, это создание файловой системы, например, EXT4, XFS, NTFS и так далее, и просмотр информации о файловой системе, Dump2FS. Также мы можем примонтировать наш Partition к какой-то директории, да, размонтировать, и если мы хотим, чтобы при загрузке системы все это монтировалось, и монтировалось какими-то дополнительными опциями, проверками там и так далее, мы вносим все эти настройки в ETC FSTAB. FindMNT, тоже попробуйте, эта утилита позволяет найти все точки монтирования в системе на данный момент, а также у нас есть механизм ссылок, создание жестких ссылок, символьных ссылок, мы можем посмотреть файлы вместе с номерами iNode и понять, на какую iNode ссылается та или иная ссылка, да, если она жесткая, а также смотрите, есть команда diskfree-i, которая показывает свободное место, но не в мегабайтах или килобайтах, а в количествах iNode, я напоминаю, что у нас ограниченное количество записей вот этих вот в нашем содержимом, то есть в списке всех файлов в файловой системе, то есть вот это количество iNode, оно ограничено, вот, и diskfree-i покажет вам, сколько места осталось в виде iNode, потому что может случиться так, что у нас будет куча мелких файлов, свободное место на жестком диске может быть, а iNode уже не может быть, и при создании файла вам выдастся ошибка, что извините, но место на диске кончилось, как так будете думать вы, вроде место на диске есть, вот не забывайте посмотреть с помощью этой команды количество свободных iNode. С помощью тильты find мы можем где-то искать такие же файлы, такие же файлы, с учетом как бы тех же самых iNode, вот, если мы сюда вставим ключик минус L большой, мы выведем еще и все символьные ссылки для определенного файла, да, ну, в каком-то везде, либо мы можем чисто символьные ссылки вывести, если мы будем использовать ключик type-l, да, тогда у нас будет все символьные ссылки, ну, и здесь дальше уже грепать по необходимому имени файла, дописав здесь ls, тоже, да, ключик к нашему finder. Также познакомились с такой фишкой полезной, как lvm, logical volume master, мастер создания логических томов, логических волюмов. У нас там есть три сущности, pv, это какой-то partition, vg, это volume group объединение partition, и lv, это уже нарезка из volume группа, как свободного пространства, да, какое-то, вот, к новому, буковку s, если мы дописываем к этим трём сущностям, мы будем выводить краткую справку по этим сущностям, можем вывести более подробную информацию, если мы введём дисплей, вот, у vg тоже есть дисплей, у lv тоже есть дисплей, vg дисплей, lv дисплей. Далее мы можем создавать pv create, lv create, vg create, расширять extend у vg и lv, у pv ничего расширить не можем, pv связан с конкретным partitionом каким-то уже, удалять remove и reduce, уменьшать, да, если мы хотим какой-то partition, какой-то pv достать из vg, пожалуйста, мы можем сделать reduce. И опять-таки, с помощью extend мы можем расширять на горячую за счёт свободного места из vg, ну какой-то определённый logical volume, да, который у нас может там, например, заканчиваться. Также познакомились с механизмом RAID, redundancy array, то есть массив отказоустойчивых дисков. Реализуется он с помощью утилиты md-adm, да, multiple display, ой, multiple devices administration, как бы краткое вот название, да, с помощью examine мы можем оценить тот или иной раздел, вывести информацию, посмотреть годен ли он под создание RAID, да, также есть ещё утилита fdisk minus l, она тоже выведет нам своего рода подробную информацию о partition или о жёстком диске. Вот. В proc md-stat мы можем смотреть текущее состояние нашего массива, нашего RAID массива, а в e-t-c md-adm, md-adm.conf мы можем задавать настройки массива и не забывайте после создания массива сюда заносить настройку, вот, для того, чтобы при загрузке операционной системы всё отработало корректно. md-adm, собственно, создаёт массив, а md-adm.display, ой, detail показывает нам основную информацию о созданном массиве. Добавляем сюда ключик scan и получаем запись для md-adm.conf апдейт init.ramfs обновит собственно ядро под RAID вот, таким образом, чтобы при загрузке ядра учитывался момент, что у нас создан RAID массив. если надо что-то пересобрать, если у нас RAID массив развалился, мы можем его остановить, assemble собрать, run, запустить. И для удаления RAID массива мы можем воспользоваться командой md-adm.remove, если он у нас есть, если он у нас уже остановлен и сломан, его нету, то мы можем затереть просто суперблок на определенных партишинах, где у нас там RAID используется, и тем самым как бы удалить информацию о том, что это RAID массив и разобрать его, использовать диски уже так, как нам надо. Собственно, на сегодня на этом наше занятие такое плотное, интересное, закончено. В рамках него мы познакомились вообще в принципе, как в операционной системе хранятся данные на устройствах, как организовано хранение этих данных. То есть, по факту, у нас есть блоки, которые являются кусками кусками нашей ленты, где мы храним файлы. Файлы записываются на эти блоки, и для того, чтобы выделять эти блоки, распределять эти блоки, следить за файлами, смотреть, в каких блоках файлы расположены, у нас существуют файловые системы. Надеюсь, было интересно. На этом все. Как закончите с этим занятием, познакомитесь с силовьемом и попробуйте проделать все то же самое, что проделал я здесь, можете приступать к следующему занятию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok